Андре Моруа. Жизнь Александра Флеминга. Перевод с французского. Читает Игорь Мурашко. От автора. Возможно, многих удивит, что я выбрал такую тему. До сих пор я писал о поэтах, писателях, политических деятелях, но никогда еще не писал о людях науки, об ученых исследователях. Пожалуй, уже одной этой причины было достаточно, чтобы я, наконец, обратился к этой теме. В наш век, когда наука столь глубоко изменяет человеческое существование, как в лучшую, так и в худшую сторону, вполне естественен тот интерес, который возбуждает жизнь ученого, ход его мысли, сущность его исследований. Но почему выбор мой остановился на Флеминге? Я бы мог сказать, и это прозвучало бы весьма правдоподобно, что мое решение было вызвано важностью сделанного Флемингом открытия. Однако в действительности главную роль здесь сыграла не моя воля. В ноябре 1955 года я получил от Леди Флеминг письмо, в котором она выражала пожелание, чтобы я описал жизнь ее мужа, умершего в начале того года. Письмо взволновало меня. Я ответил, что готов обсудить с ней ее предложение. Леди Флеминг приехала в Париж. Будучи сама врачом-бактериологом, она смогла довольно ясно изложить мне проблемы, которые я должен буду затронуть в случае, если соглашусь написать биографию Флеминга. Она обещала предоставить в полное мое распоряжение все рукописи и работы мужа. Хотя говорила она очень убедительно и меня соблазняла столь новая мне тема, все же я попросил дать мне время, впрочем очень небольшое, на размышления. У меня были весьма серьезные причины для колебаний. С одной стороны, я считал, что ученый справился бы с этой задачей лучше меня. С другой стороны, характер самого Флеминга, человека молчаливого и замкнутого, представлял немалой трудности для писателя. Но всякая трудность — это своего рода вызов. И мне показалось соблазнительным принять этот вызов. Меня еще подбодрили мои французские друзья, профессора Роберт Дебре и Жорж Портман, знавшие Флеминга, который предложил снабдить меня всеми необходимыми сведениями по бактериологии. Я начал свою литературную деятельность, создав в дни моей юности образ замкнутого шотландца в романе «Молчаливый полковник Брамбль». А что если в старости я напишу молчаливый профессор Флеминг? Разве не может подобная симметрия доставить известное духовное удовлетворение? И Брамбль, и Флеминг наделены были одними и теми же, но по-разному проявлявшимися положительными качествами. Меня очень привлекало в них сочетание скрытого юмора с лояльностью и независимостью, их сдержанность и большой ум. Словом, я дал согласие. И об этом не жалею. Ближе ознакомясь с методами работы ученых и с их образом жизни, я узнал для себя много нового. Кроме того, я вскоре обнаружил, что и этому, на первый взгляд, такому спокойному существованию, не чужды общечеловеческие драмы. Отношения между Флемингом и его учителем Алмротом Райтом содержали в себе все элементы подобной драмы. Жизнь лаборатории — это жизнь группы ученых. Я попытался ее описать. И чем лучше я узнавал своего героя, тем больше к нему привязывался. Без великодушной и постоянной поддержки Леди Флеминг я не собрал бы все необходимые мне свидетельства очевидцев и документы. Благодаря ей я смог во время поездок в Лондон повидаться почти со всеми людьми, которые были как-то связаны с жизнью Флеминга — учеными, медиками, друзьями. Для меня было неожиданной радостью встретить среди них доктора Джеймса, которому доктор О'Грэдди из моего первого произведения обязан столькими блестящими и парадоксальными идеями. Нити, из которых соткана наша жизнь, порой переплетаются с самым неожиданным, причудливым и благоприятным образом. Если перечислить имена всех, кто любезно согласился рассказать мне, либо записать или продиктовать для меня свои воспоминания, составился бы очень длинный список. Я упоминаю их в книге всякий раз, как привожу их слова, выражая им свою огромную признательность. Прежде всего и особо я должен горячо поблагодарить Леди Флеминг, без которой эта книга никогда не была бы написана. Затем мистера Роберта Флеминга, брата сэра Александра, сообщившего мне ценные сведения о детстве и юности своего товарища детских игр и друга. Доктора Роберта Флеминга, сына ученого, и, наконец, доктора Альбара Долоне, который сперва терпеливо наставлял меня, а потом прочитал мою рукопись и корректуру. В конце книги читатель найдет объяснение научных терминов. А.М. Он родился в Шотландии. Как всякому истинному шотландцу мне с детства привили осторожность. Флеминг Шотландцы не англичане. Отнюдь. Не раз бывало, что они управляли Англией, они дали Великобритании немало выдающихся людей и многих великих полководцев. Но, несмотря на это, шотландцы считают себя другой нацией. И не без оснований. Шотландская нация представляет собой смесь кельтов, пришедших из Ирландии и Уальса, а также англов, скандинавов, тевтонов и фламандцев. Шотландцы долгое время поддерживали самую тесную связь с Францией. Шотландия была сперва католической страной, затем пресвятерианской, и всегда отказывалась признать иерархию и ритуал англиканской церкви. Шотландские дворяне, горожане и крестьяне подписали в XVI веке и возобновили в XVII веке в торжественной обстановке соглашение, так называемый Ковенант, в котором они поклялись остаться верными в своей церкви. В XIX веке по-прежнему еще жил был дух Ковенантеров. Пресвятерианская религия стала менее ограниченной, но оставалась все такой же строгой. Суббота должна была соблюдаться неукоснительно. Шотландцу незнаком был свободомыслящий скептицизм английской аристократии XVIII века. Бедность в сочетании со строгостью нравов формировали людей твердых и мужественных. Бедность объяснялась малоплодородной почвой, отсутствием средств сообщения и суровым климатом. Ферма могла прокормить всего лишь одну семью. Младшие дети отправлялись в город и поступали в университет. Их образ жизни там отличался большой воздержанностью. Они часто питались одной овсянкой, мешок которой привозили с собой. После университета они уезжали в Англию, где многие из них, благодаря своему трудолюбию, делали блестящую карьеру. Суровая безденежная юность вырабатывала в них бережливость. В Англии их скупость является предметом насмешек, так же как и их язык, в котором то и дело проскальзывают кельтские слова, а раскаты буквы «Р» напоминают громыхание камней в горном потоке. Англичане потронивают над тем, что у этих северных иммигрантов якобы отсутствует чувство юмора. Они уверяют, что проходит немало часов, прежде чем до шотландца дойдет какая-нибудь шутка. Это совершенно неправильное представление. У шотландцев свой особый юмор, не похожий на английский. Англичанам нравятся пространные рассказы, чувствительные и в то же время насмешливые. Шотландцы любят юмор лаконичный, злой и хлесткий, заключенный всего лишь в одном слове, которое они произносят совершенно непроницаемым лицом. Их репутация скупцов тоже заслуживает больших оговорок. Шотландцы бережливы, когда у них мало денег, и щедры, как только становятся обладателями миллионов, которые они часто наживают за счет англичан. В Шотландии гостеприимство стало благородной традицией. Суровому ковенантеру можно противопоставить романтического шотландца героя Вальтера Скотта, с его волынкой, с его живописным костюмом, юпочкой из пестрой шотландки, прославившейся на весь мир, шапочкой с клетчатой каймой, с косматой сумкой, которая носится поверх юпочки. Шотландцы всегда были отважными и стойкими воинами, еще со времен битвы при Баннокберне, и вплоть до их нынешних подвигов во время двух последних мировых войн. Примечание победы при Баннокберне, 1314 год, закончились войны за независимость, которые вели шотландцы против английского господства. В шотландцах горит внутренний огонь, который они стараются всячески замаскировать. Принято различать горцев северной Шотландии и жителей низменности. По правде говоря, оба этих типа благодаря переселениями и бракам смешались. Горцы, как и жители долины, эмоциональны, романтичны и горячо любят свой народ. Однако больше всего на свете они боятся раскрыть перед другими свою душу. Поэтому они так упорно молчаливы и всячески избегают проявлять свои чувства, даже если это чувства сильные, особенно если они сильные. Вероятно, ироническое отношение к ним англичан еще больше усилило их природную скрытность. У Боссуэлла приводится высказывание одного знаменитого англичанина, доктора Джонсона, о шотландцах. При этом доктором Джонсоном скорее руководило желание насмешить, чем неприязнь. Однако подобные насмешки породили в душе шотландцев комплекс неполноценности. Их замкнутость и бесстрастность вызваны самозащитой. Этим же объясняется их несколько вызывающая манера держаться. Жители долины очень насмешливы. Они не любят расточать похвалы и охотнее замечают промахи, чем удачи. По их неписанному закону, словам одобрения обязательно должна предшествовать хула. Они всегда чувствуют себя связанными. Этим отчасти и объясняется их пристрастие к виске, которое развязывает язык и чувства. Короче говоря, шотландцы прекрасный народ, возросший в суровых условиях. Народ, у которого богатые своеобразные традиции, в душе очень романтичный и настороженно недоверчивый. Флеминг — фамилия довольно распространенная в Шотландии. Ее без сомнения носили фламандские ткачи и фермеры, которые, спасаясь от религиозных преследований, переселились за море. Дед нашего Флеминга, Хью Флеминг, родился в 1773 году на принадлежавшей их семье ферме в графстве Ланарк в низменной части Ширландии. Он женился на дочери соседнего фермера Мэри Крейг. Крейги поселились в северо-шотландском Нагорье, видимо, с давних времен, так как один из них нес знамя Авандала во время битвы при Дремклоге в 1679 году. Многочисленные дети этих землевладельцев рассеялись по всей стране. Одни уехали в Лондон, другие в соседние графства. Хью Флеминг, отец Александра, арендовал у графа Лаудн ферму, Локфилд фарм, со ста акрами земли. Эта ферма находилась неподалеку от пересечения границ трех графств, Ланарк, Эр и Ренфору, и была расположена на территории Эршира. Участок тянулся вдоль границы этого графства. Ферма одиноко стояла на холме. На тысячу миль в округе не было ни одного жилья. Дорога обрывалась у самой фермы, так что прохожих здесь не бывало. Из-за сурового климата тут сеяли не пшеницу, а овес и кормовые культуры. Разводили овец и коров. И это позволяло как-то прокормиться трудолюбивой семье. Дорога к ферме шла через зеленые холмы, между которыми извивались небольшие речушки. За Локфеутфарм тянулись вересковые пустоши. Один среди этих бесконечных пустынных просторов человек невольно начинал ощущать всю беспредельность мира и свое собственное ничтожество. Хью Флеминг был женат дважды. В первом браке он прижил пятерых детей. Один из них умер в раннем возрасте. Оставшихся в живых звали Джен, Хью, старший сын, который должен был унаследовать ферму, Том и Мэри. Овдовев, Хью женился в 60-летнем возрасте на Грейс Мортон, дочери соседнего фермера, и она родила ему еще четырех детей. Грейс, Джона, Александра, которого называли Алек, родившегося 6 августа 1881 года, и Роберта. В памяти младших детей отец остался старым седовластным человеком, очень добрым, но тяжело больным. Он обычно сидел в кресле, греясь у очага. У него уже был удар, и он знал, что долго не проживет. Он с тревогой думал о том, что станется с семьей после его смерти. Хью младший управлял фермой, Том уехал в университет, в Глазго, где учился на врача. Удастся ли получить образование Джону, Алеку и Роберту? Помогут ли им старшие братья? Зная шотландские традиции, отец мог не сомневаться в этом. Его вторая жена, женщина замечательная, сумела объединить своих детей и детей первой жены Хью в одну сплоченную, дружную семью. Общий физический тип в семье был весьма привлекателен. Ярко-голубые глаза, прямой открытый взгляд. Алек был коренастым мальчиком с белокорыми волосами, высоким лбом, мягкой обаятельной улыбкой, которую он наследовал от матери. Он проводил все время в обществе старшего брата Джона и Роберта, или попросту Боба, который был моложе Алека на два года. Детям была предоставлена полная свобода. Жизнь на этой большой ферме, со всех сторон окруженной дикой природой, давала богатую пищу пытливому уму живых и любознательных мальчиков. Все свободные от школы часы они обследовали долины, поросшие вереском пески Ланды. Природа, первый и самый лучший учитель, развивала в них наблюдательность. В реках этого края, Гленуотер и Локберн, они ловили форель и узнавали привычки этой пугливой рыбы. Локберн всего лишь у ручей, но его питает неиссякающий источник. Форель любит такие речушки, потому что они никогда не пересыхают. На трофяниках, поросших вереском, водились кролики и зайцы. Дети отправлялись на охоту без ружья, в сопровождении старого пса, который выслеживал кроликов под толстым слоем дерна, где они прятались. Алик просовывал руку под кочку с одной стороны, Боб с другой. У них было условлено, что добыча достается тому, кто первый схватит кролика за задние лапы. Такая охота на манер американских тракторов требовала исключительной быстроты и ловкости. Они придумали еще и другой способ охотиться. В теплые летние дни кролики вылезали из своих нор и прятались в камышах. Мальчики неторопливо прохаживались вдоль зарослей. Обнаружив притаившегося кролика, они притворялись, что не видят его, и продолжали разгуливать, высоко задрав голову. Они заметили, что кролик не убегает до тех пор, пока не встретится глазами с человеком. Дойдя до зверяка, мальчики внезапно падали на него. Взрослый человек не смог бы играть в эту игру, он падал бы слишком долго. Дети были тогда еще маленькими, и не было случая, чтобы добыча ускользнула от них. Холмы забиловали птицами, но куропатки и шотландские тетерева были неприкосновенны. Граф Лауден получал не меньший доход, предоставляя право охотиться в своих владениях, чем от сданных в аренду ферм. Весной прилетали ржанки и чибисы, которые вели свои гнезда на лугах. Мальчики заметили, что эти птицы предпочитают пастбище для коров и избегают овечьих выгонов от того, что овцы теряют шерсть, в которой запутываются лапки птенчиков. Тетерева же, напротив, гнездились на овечьих выгонах, так как их птенцы были сильнее. Никто не запрещал собирать яйца ржанок, и дети продавали их разъездному торговцу по 4 пенса за штуку, а тот отправлял их в Лондон, где они считались весьма изысканной пищей. Таким образом, мальчики добывали деньги на карманные расходы. Добыча яиц тоже требовала большой наблюдательности. Надо было знать, что птица, высиживающая птенцов, при появлении человека или животного, прежде чем взлететь, убегает от гнезда по траве, чтобы скрыть, где она действительно находится. Поэтому Джон, Алек и Боб искали гнезда на некотором расстоянии от того места, откуда вспорхнула птица. Они забирали из гнезда лишь часть яиц, чтобы сохранить потомство. Зима в Шотландии суровая. Ветры с Атлантического океана гуляют по холмам, заметая дорогу снегом. И когда нужно ехать в город за провизией, приходится лопатами разгребать сугробы. Если ночью ветер принимался завывать особенно яростно, это значило, что поднялась метель, и чуть только рассветало, надо было отправляться на поиски занесенных снегом овец. Их удавалось спасти, обнаружив на снегу желтоватое пятно, след от их дыхания. И снова природа была детям наставницей. Эти практические уроки приучили Алека Флеминга делать умозаключения из всего, что он видел, и поступать в соответствие со своими наблюдениями. Когда Алек подрос, он стал принимать участие в стрижке овец. Для этой работы соседи переходили с фермы на ферму, помогая друг другу. Семь или восемь мужчин стригли. Один подводил овец, а другой увязывал шерсть в тюки. Алеку иногда поручали стричь овец, иногда ловить их. Ему нравилась эта работа, она доставляла ему бесконечное развлечение. «У сельского жителя труд, пожалуй, тяжелее городского», — говорил впоследствии Флеминг. «Но зато у него человеческая жизнь. Он не выполняет изо дня в день одну и ту же работу». В пять лет Алек пошел в школу. Примерно в миле от Локфилда была расположена небольшая школа для детей-фермеров. Дороги к ней никакой не было. В любую погоду мальчики спускались в долину, по деревянному мостику без перил, переходили через речку и взбирались на холм, где стояла школа. Однажды Джон и Алек во время метели сбились с пути. Алек позже вспоминал, что в сильные морозы мать давала каждому из них по две горячие картофелины, чтобы дети по дороге согревали себе руки, а придя в школу, могли поесть. В дождь им вешали на шею носки и ботинки, чтобы они могли их переодеть. В хорошую погоду они ходили в школу босиком. Им некого было стесняться, из 12-15 учащихся 9 были сами флеминги или их родственники. Занятие со всеми детьми, независимо от их возраста, вела одна преподавательница лет 20. Алек помнил свою первую учительницу, Марион Стирлинг, и вторую, Марту Эрт. Нужно было по-настоящему любить свою профессию, чтобы согласиться поехать в такой глушь. Строгого расписания занятий не было. После завтрака, когда позволяла погода, учительница с детьми спускалась к реке. Если школьники там чем-нибудь увлекались, она не обращала внимания на время. Несмотря на это, обучение велось серьезно и давало хорошие плоды. Время от времени в маленькую школу, одиноко стоявшую среди песчаных равнин, приезжал инспектор экзаменовать детей. Его экипаж видели издалека, и если случалось, что школьники и учительницы еще прохлаждались у реки, в то время как они должны были заниматься, они поспешно, окольными тропками поднимались в школу и влезали в класс через окно со двора. Когда инспектор входил, все с самым серьезным видом сидели за партами, а какой-нибудь мальчик у доски отвечал урок. Экзамены проходили успешно, и по стеяющему лицу учительницы дети понимали, что инспектор похвалил ее. Она преподавала чтение, историю, географию и арифметику. Обычно в 8-10 лет флеминги поступали в школу в соседнем городке Дарвелле. Но Алик всю свою жизнь утверждал, что самую важную роль в его образовании сыграла маленькая школа на торфяниках, да еще ежедневные прогулки туда и обратно. «Я думаю, мне очень повезло», — говорил он, «что я рос в многодетной семье, на ферме среди песчаных равнин. У нас не было денег на расходы, но у нас не было и расходов. Мы сами должны были придумывать себе развлечения, а это было нетрудно, ведь у нас были домашние животные, рыбы, птицы, и мы, не замечая этого, узнавали массу вещей, о которых горожанин не имеет ни малейшего понятия. Городские мальчики учатся по книжкам. Книгой маленьких флемингов была живая природа». В Дарвеллской школе Алик хорошо учился, хотя и не был первым в классе. Утром и вечером ему приходилось проделывать по 4 мили. Эти прогулки воспитали в нем человека, не ведавшего усталости. После одного несчастного случая нос у него остался перебитым, как у боксера. Он обегал угол дома, в то время как другой ученик, Джексон, меньше его ростом, бежал ему навстречу. Они столкнулись, и Алик Флеминг носом ударился о лоб товарища. У него оказался переломан хрящ. Нос долго кровоточил, а когда опухоль спала, обнаружилось, что лицо у Алика стало другим. Он не жаловался на боль, и поэтому его не стали показывать хирургу. Так Алик Флеминг остался на всю жизнь переломленным, как у боксера, носом. Это изменило его облик, но не обезобразило его. Лет 12 он окончил Дарвеллскую школу. Возник вопрос, останется ли он работать на ферме, или продолжит учебу. Мать и старшие братья решили, что он должен поступить в среднюю школу Килмарнака, крупного города графства Эр. Этот город славится своим музеем, памятником поэту Роберту Бернсу и знаменитой ярмаркой сыров. В те времена строилась железная дорога, которая должна была соединить Дарвелл с Килмарнаком. Но она еще не была закончена, и Алик каждую пятницу вечером и каждый понедельник утром проделывал пешком 10 километров, отделявшие конечную станцию от фермы. «Это помогло мне сохранить форму», рассказывал он, «и пошло мне на пользу». Школа помещалась в большом здании на вершине холма. Это была превосходная школа. Учащихся здесь часто экзаменовали, и они все время были наготове. В классе было от 50 до 60 учеников, и поэтому каждому в отдельности уделялось мало внимания, но учились мы хорошо. Доктор Дикки, наш директор школы, считался пионером преподавания естественных наук. В течение года мы изучали в основном теоретически какие-нибудь две дисциплины из следующих неорганическая химия, магнетизм и электричество, тепло, свет и звук, физиология. Но, по словам одного современника Александра Флеминга, преподавание наук велось примитивно, и интересно было бы узнать, чем Алик обязан, например, уроком химии в Келмарнаке. Ответ очень малым. Нельзя не отметить, что семья фермеров-флемингов придавала большое значение образования своих детей. Александр всегда учился в лучшей для его возраста школе из тех, что находились поблизости. Шотландцы питают глубокое и искреннее уважение к образованию. Многим из них приходится покидать Шотландию и пробивать себе дорогу в Лондоне, поэтому они знают, как важно явиться в Англию с солидным багажом знаний. Старший брат Александра Хью вынужден был один вести хозяйство на ферме. Другой брат, врач Томас, или просто Том, перебрался в Лондон. Вначале он думал заняться практикой и снял дом на Мэри-Лэбон-Рот, 144, около станции Беккер-стрит. Но пациенты что-то не спешили являться к нему. Как-то он познакомился с хирургом-окулистом, который уже не практиковал, и тот посоветовал ему посвятить себя офтальмологии и предложил подучить его. Том согласился. Вскоре в Лондон приехал его младший брат Джон. Старый хирург подал ему мысль стать оптиком и устроил на фабрику, изготовлявшую очки. Выбор фирмы оказался неудачным, она вскоре прогорела, но профессия, избранная Джоном, была превосходной. Джон Флеминг и позже его брат Роберт добились на этом поприще блестящих успехов. Когда в Лондон приехал Алик, ему было тогда 13,5 лет, Том только что прибил на своей двери дощечку, окулист. Но чувство приверженности к Лану заставило его взять и этого младшего брата на свое изживение, хотя сам он еще не очень крепко стоял на ногах. Семья руководила его судьбой и подчиняла ее себе. Хью с матерью будут вдвоем вести хозяйство на ферме до тех пор, пока Хью не женится. В их краях славились сыры миссис Флеминг. На них был большой спрос, и Локфилд Фарм могла некоторое время поддерживать обитателей Мэри Лебонротт. Через год после Алика в Лондон должен был приехать Роберт. Тогда четыре брата, Том, Джон, Алик и Роберт, будут жить вместе в этом чужом мире и помогать друг другу без всяких пышных фраз. Одна из сестер Мэри будет вести хозяйство. Слишком резким был переход от речи к населенных форелью, от кроличьих нор и птичьих гнезд к большому шумному городу, где деревья и трава встречались только в парках и скверах. В 1895 году приближалась к закату царствование старой королевы Виктории. Подземная железная дорога, тогда еще паровая, каждая десять минут сотрясала дом на Мэри Лебонротт. По улицам основали бесчисленные экипажи. Двухколесные экипажи с местом для кучера сзади, трамваи и амнибусы, еще запряженные лошадьми. Изучая Лондон, Алик и Роберт Флеминги забирались на империал рядом с кондуктором и постигали язык незнакомого им города, слушая ругань, которой кучера обменивались между собой или осыпали пешеходов. Братья осмотрели Тауэр, Вестминстерское аббатство, побывали в Британском музее, на художественных выставках. Им приятно было ходить вдвоем. Наверное, традициям своих предков они почти не разговаривали друг с другом, и если один из них замечал что-то интересное, он привлекал внимание брата жестом. Вечерами Том вносил оживление в семью. Он любил организовывать всякие викторины по географии, истории и естественным наукам. Каждый из братьев ставил пенни, а тот, кто выигрывал, получал всю сумму. Эти игры были хорошей подготовкой к экзаменам. Как-то вечером Том принес боксерские перчатки и вместо викторины затеял матч. Но Мэри нашла, что бокс внесет разлад в жизнь братьев и выбросила перчатки. Вскоре прогулки по Лондону и игры по вечерам естественно уступили место усиленным занятиям. Алик, а вслед за ними Роберт, поступили в политехническую школу на Риджен-стрит. После того, как Том в начале своей медицинской карьеры с таким трудом пробил в себе дорогу, он потерял вкус к свободным профессиям и верил отныне только в деловую карьеру. Поэтому он поместил братьев на коммерческое отделение училища. Впрочем, там преподавались те же дисциплины, за исключением греческого и латинского языков. Алик при поступлении был зачислен в соответствующий его возрасту класс. Но он обнаружил настолько более глубокие знания, чем его сверстники, что через две недели был переведен сразу на четыре класса выше, и он оказался гораздо моложе своих соучеников. Шотландский метод обучения себя оправдал. Вначале над акцентом братьев-флемингов подтрунивали, и это вселяло в них робость. Но впоследствии они убедились, что англичане, в общем-то, в душе снисходительны и великодушны по отношению к тем, кому не посчастливилось родиться в Англии, и что легкий шотландский акцент имеет даже свои преимущества. Он, как физический недостаток, забавлял и взывал сочувствие к тому, кто от него страдал. Но любая экзотика хороша в меру. Эрширский говор слишком своеобразен, и братьев-флеминг выправили произношение. Но все же по языку, духу и манерам остались истинными шотландцами. К концу XIX века будущее семьи казалось вполне обеспеченным. Клиентура Тома все возрастала. Он снял дом попросторнее на Йорк-стрит, 29. Братья переселились к нему. Мэри вышла замуж, и вместо нее приехала вести хозяйство самая младшая сестра Грейс. Алик поступил на службу в навигационную компанию American Line на Лэденхолл-стрит. Компания владела тремя старыми, но довольно большими пассажирскими пароходами. Вначале Алик получал роскошную сумму в 2,5 пенса в час. Он безукоризненно выполнял свои обязанности, хотя они ему и не нравились. Молча и мужественно мирился со своей участью. Джон и Роберт работали вместе на фабрике оптических приборов. Хью оставался в Локфилде. Ему больше была по вкусу эта простая жизнь в деревне, чем жизнь, которую вели его братья в городе. Но и они тоже сохранили любовь к ферме. Они проводили здесь свой отпуск, удили рыбу, охотились. Однако, хотя братья и не заговаривали об этом, они строили всевозможные планы на будущее и теперь уже не согласились бы прожить всю жизнь на этом уединенном холме. В 1899 году разразилась Англобургская война. Не прошло и трех лет с того дня, когда торжественно отметили 60-летие царствования королевой Виктории, как на юге африканского континента две маленькие земледельческие республики Трансвааль и Оранжевая республика посмели противостоять одной из самых могущественных стран мира. У лондонских жителей эта неравная борьба сперва вызывала улыбку. Толпа распевала песни, в которых обещала Крюгеру, президенту Трансвааля, что они вместе отпразднуют Сочельник в Притории, столице Трансвааля. Но первое крупное поражение породили в Англии серьезное беспокойство. Многие шли в армию добровольно. Джон и Алик, а позже и Роберт поступили в лондонский шотландский полк, составленный из одних шотландцев. Большинство врачей и адвокатов служили там простыми солдатами, поэтому отношения между офицерами и их подчиненными были более простыми, чем в британской армии. Состоявшие в лондонском шотландском полку сочетали военную службу с участием в спортивных клубах. Флеминги, будучи хорошими пловцами, вошли в команду ватерполистов. Алик проявил себя замечательным стрелком. Его наблюдательности здесь ему пригодилось. Он был рядовым солдатом и не мечтал ни о каком повышении. Его зачислили в роту Н, последнюю роту в полку, всегда находившуюся в хвосте. До нее не доносился ни бой барабанов, ни звуки волынки, и пехотинцы держали шаг только благодаря усилию воли и вниманию. Солдаты роты Н, писал Флеминг, были упорными людьми, эгоцентриками, и признавали только свой собственный закон. Но каково же было удивление батальона, когда рота Н выиграла приз, присуждаемый на ежегодных стрелковых состязаниях. Этой победой рота отчасти была обязана Флемингу, которого уже несколько раз посылали в Бизли на национальные стрелковые соревнования. Спортивным успехом в Англии в любой среде придается огромное значение. Отныне этот маленький, молчаливый служащий, с прекрасными глазами и переломленным носом, стал любимцем всего полка. Добровольцев оказалось гораздо больше, чем требовалось для экспедиционного корпуса, и многих из них так и не отправили в Трансвааль. Флеминг остался в Англии и продолжал жить с родными. Как-то он вместе с полком ездил в Эдинбург. В вагоне не хватало мест, и его, как самого невысокого, пристроили в багажную сетку, где он и проделал все путешествие. Практика у Тома все увеличивалась, и он снял дом на Харлай-стрит в районе, где жили врачи с именем. Фью женился и по-прежнему жил на ферме. Миссис Флеминг, овдовев, переехала в Иллинг, предместие Лондона, чтобы вести хозяйство Алика, Джона и Роберта. Для братьев было огромной радостью поселиться вместе с горячо любимой матерью. Том преуспевал, и это несколько примирило его со свободными профессиями. Он уже считал, что Алик напрасно растрачивает свои блестящие способности на работу, не имеющую будущего. Почему бы ему не поступить в медицинскую школу? Алику было 20 лет, когда он, как нельзя более кстати, получил наследство от дяди Джона. Дядя Джон, старый холостяк, всю свою жизнь прожил на ферме в южной части Шотландии. Он оставил все состояние своим братьям и сестрам и их детям. По тем временам, для Англии, у него было довольно значительное имущество. Во всяком случае, восьмая часть, доставшаяся Алику, приносила в год 250 фунтов стерлингов дохода. Том посоветовал брату немедленно уйти с работы, а на унаследованные деньги и стипендию, если он ее получит, закончить медицинское училище. Правда, Алик поступит учиться несколько поздно, но он никогда не пожалеет о тех пяти годах, которые прослужил в компании. «Я не вынес оттуда никаких университетских знаний», говорил он, «зато я приобрел общие сведения о реальной жизни». Это дало мне большие преимущества по сравнению с остальными студентами, которые поступили в медицинское училище прямо со школьной скамьи и ни разу не отложили своих учебников, чтобы заглянуть в книгу жизни. Он и в самом деле имел преимущество перед остальными студентами, но главным образом благодаря тому, что прожил 14 лет на лоне природы, где дети, не прилагая к тому никаких усилий, учились наблюдательности и где суровый климат и привычка к труду формировали людей, требовательных к самим себе. Алик еще совсем юным стал, сам того не замечая, естествоиспытателем, от взгляда которого ничто не ускользало из окружающего его мира. Хотя он и сознавал свое превосходство, он оставался все таким же осторожным, скромным и молчаливым шотландцем. За этой сдержанностью скрывалось упорное стремление добиться самостоятельности и большое нежное сердце. Одно из добродетелей, наиболее ценимых им в человеке наряду с трудолюбием, было постоянство. Он был верен своей семье, своему полку, своей команде, Шотландии, Британской империи. В 20-летнем юноше было еще много детского очарования, в нем сохранялись мальчишеские черты прилежного школьника, которому учиться легче, чем товарищам, и его небольшие успехи доставляли ему глубокую тайную радость. Повороты дороги. «Я рассмотрела бы сад гораздо лучше, подумала Алиса, если бы я могла взобраться на вершину этого холма. Здесь есть и тропинка, но до чего же причудливо она извивается». Льюис Кэрролл Как и многие другие британские учреждения, медицинские учебные заведения возникали в Англии по воле случая, не сообразуясь каким бы то ни было единым планом. Еще задолго до основания университета каждая из 12 лондонских больниц имела свою собственную медицинскую школу. После открытия университета медицинские школы при больницах тоже влились в него, но от времени их независимого существования у них сохранилось право принимать студентов без свидетельства об окончании средней школы, которая требовалась для поступления в университет. Эти студенты выпускались со специальным дипломом, они могли заниматься врачебной практикой, но путь к ученым степеням для них был закрыт. Флеминг не имел свидетельства необходимого для поступления в университет. У него вообще не было никакого диплома, поэтому для того, чтобы попасть в медицинское училище, он должен был сдавать экзамены за среднюю школу. Он взял несколько уроков и предстал перед экзаменаторами педагогического колледжа. Можно было опасаться, что юный конторский служащий, который вот уже пять лет, как перестал учиться, не в состоянии будет выдержать весьма трудные экзамены. Но Флеминг получил основательную общую подготовку, который был обязан небольшой школе, затерянной в Ландах, был наделен необычайной памятью, пытливым умом исследователя, умевшим выбрать главное и врожденным даром изложения. Он обладал способностью в блестящем и изящном стиле осветить какую-нибудь определенную проблему. Флеминг был признан лучшим из всех претендентов в Соединенном Королевстве июль 1901 года. Получив свидетельство о среднем образовании, он мог поступить в любое медицинское училище. В Лондоне писал он впоследствии 12 таких училищ. И жил я примерно на одинаковом расстоянии от трех из них. Ни об одном из этих училищ я ничего не знал, но в составе ватерполистской команды лондонского шотландского полка я когда-то играл против студентов Сент-Мэри. И я поступил в Сент-Мэри. Может показаться странным выбор учебного заведения по каким-то спортивным соображениям, но это решение открывает нам неизменную и весьма приятную черту характера Флеминга. У него была потребность вносить серьезные вопросы немного легче. Чужда была какая бы то ни было напыщенность. Интересы его отличались бесконечным разнообразием. Сент-Мэри не принадлежала к числу старых больниц. Она была открыта в 1854 году в Паддингтоне, который быстро разрастался, особенно после того, как там построили большой вокзал. Первый кирпич будущего здания Сент-Мэри заложил принц Альберт. Александр Флеминг поступил в это медицинское училище в октябре 1901 года. Одновременно он начал готовиться к университетским экзаменам, которые и выдержал в 1902 году без особого труда. После этого он участвовал в конкурсе студентов, окончивших самые различные учебные заведения на присуждение первой стипендии по естественным наукам. Опаснейшим соперником Флеминга был Паннет, блестящий студент, получивший гораздо лучшее образование. Несмотря на это, Флеминг снова был призван первым, как всегда бывало на всех экзаменах и конкурсах. Паннет, в дальнейшем ставший его другом, так объяснял неизменный успех Флеминга. С самого начала выявилась одна его особенность. Флеминг умел разбираться в людях и предугадывать их поведение. Он никогда не делал бесполезные работы. Он умел извлечь из учебника только необходимое, пренебрегая остальным. Флеминг внимательно слушал и тщательно записывал лекции тех профессоров, у которых ему предстояло держать экзамены, и что с его точки зрения было так же важно, изучал их характер. Поэтому он почти безошибочно предсказывал, какие ими будут заданы вопросы. Словом, он относился к педагогам как к достойному наблюдению явления природы, а экзамены были для него предметом особой науки. Но в этом крылись лишь второстепенные причины его успеха. Он утверждал, что легко самому найти правильный ответ в любой области науки, обладая здравым смыслом и серьезным знанием основных принципов. В течение всей своей университетской жизни он прибегал к этому простому способу и добивался успеха, которому не придавал никакого значения. Товарищи поражали его память и наблюдательность. Они мало что знали о нем. Флеминг был необщителен то ли от застенчивости, то ли из-за присущей ему сдержанности. Все же одно время он принимал участие в студенческой комедийной труппе и даже выступал на сцене в женской роли. Он играл француженку соломенную вдову Фабрикетту в пьесе Рокетт Пенеро и изображал эту безнравственную особу более соблазнительной, чем она того заслуживала. Вторую женскую роль играл Уилсон, ставший впоследствии лордом Мораном и врачом Уинстона Чарчилля. Я почти не помню, как Флеминг изучал анатомию и физиологию. Во всяком случае, казалось, что он уделяет этому мало времени. Однако, видимо, это было не так, рассказывает Паннет, ведь он считался одним из лучших студентов. Я не входил ни в команду пловцов, ни в стрелковую, и поэтому не имел возможности наблюдать Флеминга за этими занятиями. И, сожалею об этом, так как, по свидетельствам, во время спортивных состязаний лучше всего раскрывался его характер. Он отличался во всех видах спорта, хотя и не был чемпионом. Он очень быстро усваивал основные принципы и всевозможные приемы, и без особых усилий становился намного сильнее среднего спортсмена. Я знаю, что он любил создавать дополнительные трудности ради одного удовольствия их преодолеть. Например, он предлагал сыграть в гольф с одной клюшкой на всех участников. В спорте он прибегал к тому же методу, что и в университетских занятиях, выявлял самое существенное, направляя на него все свои усилия и с легкостью достигал цели. и именно потому, что он, как казалось, не утруждал себя, его можно было принять за дилетанта. Однако считать так было бы огромным заблуждением, он был гораздо более одарен и гораздо серьезнее относился к делу, чем простой любитель, даже самый блестящий. Но он умел со свойственной ему скромностью и каким-то изяществом не показывать, что это стоит ему усилий. Я не помню, чтобы он вел разговоры о философии, истории или литературе. Я был очень удивлен позднее, когда обнаружил, что он читает стихи и, естественно, больше всего шотландского поэта Бернса. Он никогда об этом не говорил. Даже к научным трудам он, казалось, относился несерьезно и лишь небрежно их просматривал. Но за студенческие годы мы с ним много раз принимали участие в разных конкурсах, и я неизбежно оставался на втором месте. Все, кто учился тогда в Сент-Мэри, помнят двух непобедимых чемпионов Флеминга и Паннета, которые неизменно завоевывали все медали. Александр Флеминг отличался во всех областях медицины. Биологии, анатомии, физиологии, гистологии, фармакологии, патологии, терапии. И в то же время в эти годы он всегда готов был вечером, сидя в семейном кругу, в любую минуту отложить книги и принять участие в развлечениях братьев, игре в бридж или в шашки или в настольный теннис. У него, казалось, никогда не бывало неотложных дел. Когда он читал какую-нибудь книгу по медицине, рассказывает его брат Роберт, он быстро ее перелистывал и ворчал, если, по его мнению, автор ошибался. Ворчал он часто. По свидетельству доктора Кармальта Джонса, который учился в одно время с Флемингом в начале 20 века, больница Сент-Мери выглядела весьма неприглядно. Больничные палаты не могли порадовать глаз. Сама медицинская школа была еще хуже, грязная, с плохим освещением и нищенским оборудованием. Преподавание, к счастью, велось несколько лучше. Лекции профессора анатомии Клейтона Грина отличались четкостью, ясностью и часто были весьма занимательны. Он входил в аудиторию, уже сменив пиджак на белый халат, ровно в 9 часов. Свою лекцию он иллюстрировал чудесными рисунками, которые делал на доске разноцветными мелками. После этого мы переходили в анатомичку. Пройдя определенную теоретическую подготовку, студенты допускались к работе в больнице. В отделении неотложной помощи они учились скрывать нарывы, производить зондирование, перевязывать раны и даже удалять зубы, что делалось тогда без местной анестезии. Они более или менее ловко справлялись с этими обязанностями при помощи практикантов, которые были ненамного опытнее их самих. Медицина еще с трудом преодолевала рутину. У профессоров были свои причуды, которые для студентов имели силу закона. Один из профессоров, с кем довелось работать Флемингу, при пневмонии применял холод, клал на больную сторону пузырь со льдом. Но он ушел в отпуск и его заменил врач, который лечил припарками. У больного к тому времени началось воспаление второго легкого. таким образом с одной стороны у него лежал пузырь со льдом, с другой припарки. И все же больной выздоровел. В 1905 году Флеминг в течение месяца принимал роды на дому. Муж роженицы обычно приходил за доктором в больницу и маленькими улочками приводил его в свою убогую квартиру, нередко состоявшую всего лишь из одной комнатушке. Пока мать рожала, остальные дети спали под ее кроватью. К счастью, при родах в 99 случаях из 100 лучше всего полагаться на природу. По крайней мере, мы так считали, рассказывает Кармальд Джонс. В тот год, когда юный Алик изучал анатомию и физиологию, кто-то сказал ему, что было бы весьма полезно также сдать вступительные экзамены по хирургии. Чтобы быть допущенным к испытаниям, требовалось внести 5 фунтов. Флеминг, естественно, сдал экзамены. Однако хирургом он не стал, отчасти потому, что испытывал физическое отвращение к операциям на живом теле, но главным образом от того, что обстоятельства направили его по иному пути. «Будучи истым шотландцем, я все время сожалел о напрасно истраченных 5 фунтах», говорил он, и даже подумывал «Не попытаться ли мне сдать выпускные экзамены?» Патологию я знал, но совершенно незнаком был с практической хирургией, и у меня не было времени этим заняться. Однако, чтобы держать эти экзамены, требовалось внести всего 5 фунтов. «Я решил попытать счастье». К его крайнему удивлению он выдержал испытание, и это дало ему право ставить после своей фамилии следующие великолепные буквы «ФРЦС» «Член Королевского хирургического колледжа». Казалось, судьбу Флеминга определял целый ряд забавных случайностей. Он занялся медициной, потому что его старший брат был врачом. Сент-Мэрис, которая была связана вся его жизнь, его привело в лечение Ватерпола. Он стал членом Королевского хирургического колледжа, чтобы не потерять даром свои 5 фунтов. Он посвятил себе бактериологии, которая должна была прославить его имя по столь же странным и незначительным соображениям. Алик и Роберт Флеминги продолжали числиться в роте Н лондонского шотландского полка. Братья ездили на лагерные сборы, ходили в походы, участвовали в соревнованиях по стрельбе. Алику нравилась эта среда. Здесь он мог держаться более непринужденно, чем обычно, от того, что в полку были шотландцы из его родных краев. Много позже, в 1949 году, когда он уже был прославленным ученым, он сказал, председательствуя на собрании бывших солдат роты Н, на ваших собраниях председательствовали полковники, капитаны, старшие сержанты и многие другие, но впервые ваш председатель всего лишь скромный солдат. В полку я всегда вел себя покорно, никогда не оспаривал приказы сержанта или капрала. Ну, а что касается офицеров, то я занимал столь низкое положение, что, насколько я помню, непосредственно от них никогда не получал распоряжений. Покорность имела большие преимущества. Вам не нужно было думать, а лишь выполнять то, что вам говорили. А вот офицеру приходилось думать, так как по большей части он совершенно не знал, как следует действовать. И, однако, вынужден был действовать или же возложить это на старшего сержанта. Тот тоже знал не больше его, но, так как перепоручать было некому, он должен был отдавать приказ все равно какой, умный или глупый. Но сержанты всегда были очень самоуверенны, особенно, когда дело касалось вопросов, в которых они ничего не смыслили. Это чудесно. Оставаться вот так в последних рядах, глядя, как остальные лезут вперед, стараясь пробиться. Делают они это разными способами, но все эти способы очень интересны для наблюдения. Когда меня зачислили в роту Н, она была на самом плохом счету. В полку говорили, что мы не умеем стрелять и не знаем, как обращаться с оружием. Прошло пять лет, и все увидели, что мы многому научились. Помнится, в один из понедельников, в Троицин день, презренная рота Н, встрепенувшись, неожиданно выиграла все призы, в то время как победительницей себя заранее считала рота Ф. Я не уверен, что семья Флемингов не несет ответственности за эту победу. В тот день мы, три брата, принимали участие в соревнованиях. Начиная с 1902 года, одними самых блестящих профессоров Сент-Мэри считался Алмрот Райт, уже известный тогда бактериолог. Он создал при больнице бактериологическое отделение. У Райта, великолепного оратора, любившего парадоксы, было много восторженных учеников. Среди них обращал на себя внимание молодой доктор Фримен, с прекрасными вьющимися волосами, человек очень приятный и образованный. Хороший стрелок, он мечтал оживить деятельность стрелкового клуба при Сент-Мэри, который долгие годы держал межбольничный кубок, а потом захерел. Набирая команду, он спросил, среди студентов есть территориальные? Примечание, солдатами территориальных войск назывались волонтеры, проходившие военную подготовку в таких полках, как, например, лондонский шотландский полк. Поэтому скорее всего можно было найти хороших стрелков. Кто-то ответил, есть один маленький Алек Флеминг из лондонского шотландского полка. Что он собой представляет? У него довольно забавный акцент, загребает все медали, а в остальном совершенно непроницаемый человек. Чем он собирается заниматься? Хирургии, но тогда ему придется уйти из больницы. Есть только одно свободное место, и оно достанется Захарикопе. Флеминг хороший стрелок, превосходный. И Фримену пришло в голову добиться зачисления Флеминга в бактериологическое отделение, и тем самым сохранить этого снайпера в Сент-Мэри. Он познакомился с Флемингом и попробовал его заразить своим восхищением Райтом. Как-то после очередной блестящей лекции Райта Фримен обращаясь к сидевшему рядом Флемингу сказал «Райт просто великолепен». Флеминг из духа противоречия холодно ответил «Мне нужны факты, а я слышал только голословные утверждения». Но все же как только Флеминг получил диплом, Фримен предложил ему поступить в лабораторию Райта. «Послушайте, я знаю, что вы хороший стрелок. Давайте работать в нашей лаборатории». «Каким образом?» «Я похлопочу, чтобы вас приняли». Флеминга тогда еще привлекала хирургия, и он колебался. Однако и он, как все студенты, был очарован Райтом, и кроме того, Флеминг пустил в ход веские доводы. Я сказал ему, что исследовательская лаборатория Алмрата Райта будет для него великолепным временным пристанищем в ожидании хорошего места хирурга. К тому же он убедится, что работа в лаборатории очень интересна, да и люди там симпатичные. Наша лаборатория в те времена помещалась в одной комнате, и здесь мы все вместе дружно трудились, образуя своего рода братство. Оставалось уговорить самого патрона Райта. Флеминг откровенно признался ему, что хочет создать стрелковую команду. Такой легкомысленный подход к серьезным вопросам был в духе Райта. К тому же Флеминг утверждал, что у Флеминга ум ученого, и он превосходная кандидатура. Словом, Райт дал свое согласие, и Флеминг пришел в его лабораторию, где и проработал до самой своей смерти. Этот способ избирать себе жизненный путь может показаться невероятным, опрометчивым и свидетельствующим о полном равнодушии ко всему. Не думаю, чтобы Флеминг когда-либо заранее строил планы на будущее, вспоминает Фримен. Он довольствовался тем, что собирал факты и предоставлял судьбе полную свободу. Поскольку никто не способен предвидеть, что получится из принятого им решения, это не такой уж плохой метод. Команда Ватерпола определила выбор Флемингом училища Сент-Мэри. Стрелковая команда заставила его выбрать бактериологию. И в обоих случаях выбор оказался удачным. Много позже Флеминг, выступая перед студентами, сказал, «Есть люди, которые считают, что студенты должны все свое время посвящать медицине и отказаться от спорта. Я лично с ними не согласен. Студент, который проводил бы все свое время за чтением учебников, может быть, в конце концов изучил бы их лучше, чем его товарищи. Я говорю, может быть, потому что я в этом не уверен. Он, вероятно, знал бы тверже термины, но не их значение. Вы, наверное, уже поняли, что изучение медицины предполагает нечто гораздо большее, чем одни только книжные знания. Надо понять людей и знать человеческую природу. А нет лучшего средства постичь человеческую природу, чем спорт, и особенно участие в спортивных командах. Когда вы входите в команду, вы играете не за себя одного, а за весь свой коллектив. Это чудесная тренировка для вашей будущей врачебной деятельности. Потому что врач должен играть в игру жизни, думая не о себе, не о своем материальном успехе, а о благе своих пациентов, и не важно, выигрывает ли он при этом сам или нет. Все врачи составляют единую команду, те из них, кто играет эгоистично, нарушает сплоченность команды и принижает нашу профессию. Занимайтесь спортом, и вы сможете лучше воспользоваться сведениями, которые подчеркнете из книг. Вам легче будет понять больных, и вы станете хорошими врачами. Конечно, каждому из вас в дальнейшем предстоит уделять особое внимание той или другой части человеческого тела, но никогда не забывайте, что ваш больной живое человеческое существо. Вспоминая свою молодость, Флеминг добавил, спорт оказал на мою жизнь большое влияние. Если бы я не увлекался плаванием, я бы никогда не поступил в больницу Сент-Мэри. Алмрот Райт не был бы моим учителем, и, вероятнее всего, я бы никогда не стал бактериологом. Множество удивительных поворотов в его пути, и, однако, именно эта извилистая тропа должна была привести Флеминга на вершину славы. Райт «Не часто доводится работать бок о бок с Мэтром, но судьба мне это уготовила». Флеминг «Бактериологическое отделение начало свое существование в 1902 году и занимало тогда всего лишь одно небольшое помещение в старой медицинской школе при больнице Сент-Мэри. В 1906 году, когда Флеминг стал там работать, она уже расположилась в двух смежных комнатах, где должны были размещаться профессор с его ассистентами и происходить приемы инфекционных больных, которых направляли сюда из других отделений больницы. Отпущенных средств не хватало, и лаборатория существовала только благодаря щедрости Райта. У него в те времена были богатые пациенты. Ни один английский аристократ или миллионер, если у него появлялся фрункул, или он заболевал тифом, или находился при смерти, не мог обойтись без консультации Райта. В его огромной приемной на Крищен-Парк-6 всегда толпилось множество народу. Большую часть своих гонораров он отдавал на содержание бактериологической лаборатории, или, как ее называли, лаб. Алмрот Райт считал, что медику, ведущему научно-исследовательскую работу, полезно и даже необходимо заниматься врачебной практикой, чтобы стоять на земле обеими ногами. Изучение живого организма подтверждает или же опровергает результаты, полученные ин витро. Примечание ин витро под циклом в пробирке, в противовес ин виво в живом организме. Зрелище человеческих страданий пробуждает наряду с сочувствием и желанием найти средства, могущие исцелить их. Вот почему Райт так настаивал на том, чтобы при его отделении была открыта клиника. «Неплохо, когда исследователь ничем не брезгует», говорил доктор Хьюкс, который впоследствии тоже работал в этом отделении. Медики у Райта, помимо работы в лаборатории, занимались еще и врачебной практикой. Райт поощрял своих ассистентов к занятию практикой. Кстати, это был их единственный источник существования, так как платил им Райт мало, сто фунтов в год. Он утверждал, что исследователи должны трудиться бескорыстно. Мы не платим людям за то, что они занимаются наукой. Вам необходимо иметь дополнительную работу. Жалования и продвижения по службе целиком зависели от доброй воли Райта, всемогущего владыки. «Мое отделение — республика», говорил он. В действительности это был просвещенный деспотизм. Властная и сильная индивидуальность патрона вызывало не только уважение, но и преклонение. Старик, как его называли сотрудники, безраздельно царил здесь. Строгий, но любящий отец. Вот как описывает его Фримен. На первый взгляд он казался какой-то бесформенной глыбой с огромной головой, руками и ногами. Можно было подумать, что он болен акромегалией, говорил его друг Вилли Геллах. Примечание акромегалия чрезмерный рост отдельных частей тела, особенно конечностей и лицевого скелета. Движения его были медлительны и обдуманны. Он был высокого роста, слегка сутулый, как все исследователи, которые работают, склонившись над столом. Короче говоря, он никак не походил на атлета. Он носил очки, над которыми круто лезли вверх густые брови. Когда Райт над кем-нибудь подтрунивал или находил что-то забавным, брови его стремительно двигались вверх и вниз. Он почти мог разговаривать с помощью своих бровей. Хотя движения его казались неуклюжими, он умел своими толстыми пальцами производить самые деликатные манипуляции. Характер у него был сложный и довольно тяжелый. Но ученики обожали его, потому что он был талантлив, потому что с ним жизнь становилась удивительно интересной, потому что когда он говорил, его пыл, любовь к парадоксам, его огромная культура очаровывали собеседника. Перед разными людьми он представал в разных обликах. С одним он превращался в поэта, с другим становился страшным озорником. «Райт, вы невероятный человек», говорил ему его друг, знаменитый Бальфур, английский государственный деятель, «поэтому-то мы все вас так любим». Мягкий и терпеливый с больными, он мог быть очень жестоким со своими коллегами. Споря с одним знаменитым хирургом, он с такой свирепостью уничтожил своего противника, что Бернард Шоу, знавший в этом толк, сказал, он не только отсек ему голову, но еще и поднял ее очень высоко, чтобы все на свете могли увидеть, что она совершенно не содержала мозга. Вся его жизнь была непрерывной борьбой. Он родился в 1861 году. Сын пресвитерианского священника и шведки дочери профессора органической химии в Стокгольме Нильца Алмрота, Райт с ранней юности выказал непримиримую жажду независимости. Алмрот моя неудача, говорила его мать. Я никогда не могла заставить его сделать то, что хотела. Он всегда шел своим собственным путем. Но она очень им гордилась. Ее другие дети утверждали, что если бы Алмрот совершил преступление, она сказала бы, вот это мужественный поступок. Отец его, Чарльз Райт, был пастором в Дрездене, потом в Булоне, затем в Бельфасте. Но всюду с Алмротом занимались частные учителя, и он получил очень хорошее образование. Любовь к языкам сохранилась у него на всю жизнь. Он в 62-летнем возрасте изучил русский, а в 80 лет начал заниматься эскимосским. Больше всего на свете Райт любил поэзию. Он знал наизусть почти всю Библию, почти все произведения Шекспира, Мильтона, Данта, Гетта, Браунинга, Вордсворта и Киплинга. Однажды он подсчитал, что может прочесть на память 250 тысяч стихотворных строк. Казалось, при таких склонностях он должен был избрать для себя литературное поприще. Он сам об этом подумывал и даже советовался со своим преподавателем литературы знаменитым Эдмундом Дауденом. Однако тот сказал, на вашем месте я бы не бросал медицины. Это наилучшее из всех возможных подготовок к вступлению в жизнь. А если в дальнейшем у вас обнаружится талант писателя, приобреченный опыт явится для вас бесценной сокровищницей знаний. Дауден оказался прав. Райд стал крупным ученым и, кроме того, великолепным писателем, которому Бернард Шоу говорил, «Вы владеете пером так же хорошо, как я». А это в его устах было самой большой похвалой и даже, пожалуй, единственной. Но Райд с его беспокойным характером и склонностью к риску не мог удовлетвориться размеренным образом жизни лечащего врача. Он изъездил в Германию и Францию, посещал различные лаборатории, завязывая дружеские связи с немецкими и французскими учеными. Он окончил юридический факультет и решил, что станет адвокатом. Потом он отправился в Австралию и преподавал в Сиднее. В конце концов, его выбор остановился на научно-исследовательской работе. Его тянуло посмотреть, что находится по ту сторону хребта, изучить новые неведомые миры. Ему повезло, он занялся медициной в эпоху, когда она претерпевала коренные изменения. Уже в предыдущие два-три десятилетия наметился переход от медицины предмета чистого искусства и медицины магии к научной медицине. Еще до 1860 года некоторые ученые задумывались над тем, не вызываются ли инфекционные заболевания микроскопическими существами, однако не смогли дать никаких экспериментальных подтверждений этой гипотезы. Между 1863 и 1873 годами французский врач Давен доказал, что одна из инфекционных болезней, а именно сибирская язва, связана с наличием в крови палочек, которые он называл бактеридиями. Немец Полендер сделал те же наблюдения. В период 1876-1880 годов Пастер во Франции и Кох в Германии открыли перед медиками новой обширной области для научных исследований. Пастер в течение всей своей сверхъестественно плодотворной жизни доказывал, что возбудителями многих до тех пор необъяснимых инфекций были микроорганизмы, присутствие которых можно обнаружить при помощи микроскопов в крови и тканях больного. Примерно в 1877 году Садильо ввел слово микроб. Мало по мало ученые составили каталог основных микробов стафилококки, стрептококки, бациллы брюшного тифа, туберкулеза и так далее. Особенно успешно разработала технику бактериологии немецкая школа создания питательных сред для выращивания микробов, методы их окраски и исследования. Благодаря великому английскому хирургу Листеру открытие Пастера произвели коренной переворот в хирургии. В нашу эпоху трудно вообразить себе, что представляла собой хирургия во времена юности Листера. Тогда еще очень редко прибегали к хирургическому вмешательству, а значительное число оперированных умирало от заражения крови, как, впрочем, и многие роженицы. Называлось это больничной инфекцией, и никто не знал, как против нее бороться. Венский врач Земельвейс тщетно советовал соблюдать правила гигиены. После того, как Пастер доказал, что всякая инфекция связана с наличием микробов, которые заносятся из воздуха, инструментами, руками и одеждой хирурга, Листер понял, что, обеспечив стерильность раны, то есть оградив ее от всяких септических микробов, можно избавиться от больничной инфекции, которая является следствием отсутствия мер предосторожности. Итак, источники инфекции отчасти были установлены. Теперь надо было найти пути борьбы против них. Некоторые факты, известные еще с древности, могли бы указать ученым дорогу. Когда в Афинах свирепствовала чума, Фукидид заметил, что за больными и умирающими могли ухаживать только те, кто уже переболел чумой, так как никто не заражался вторично. Было известно также, что натуральная оспа, одно из самых страшных бедствий человечества вплоть до 19 века, болезнь, которая ежегодно убивала или обезображивала миллионы людей, не повторяется. В Китае, Сиаме и Персии в течение более тысячи лет применялись разные способы вариоляции. Кололи определенные участки кожи с зараженными иглами или же вводили в нос оспенные корочки. В Белоджистане заставляли детей, предварительно поцарапав им руки, доить коров больных оспой, которая считалась тогда легкой формой натуральной оспы, чтобы таким образом предохранить детей от заболевания. В Европе крестьяне тоже на опыте познакомились с подобными фактами. В конце восемнадцатого века английский врач Дженнер обратил внимание на это явление. Он сказал одной женщине, которая посла коров, что, судя по некоторым симптомам, она, возможно, заражена оспой. На что та ответила, у меня не может быть оспы, ведь я переболела коровьей оспой. Тогда Дженнеру пришла в голову замечательная для его времени идея проверить путем ряда опытов обоснованность этих народных верований. Он решился даже заразить оспой предварительно вакцинированных здоровых людей и установил, что они обладали почти полным иммунитетом. Это было явление необычайное. В плане практическом оно давало возможность избавиться от страшного бича человечества оспы, хотя пришлось столкнуться с яростным и нелепым сопротивлением. В плане теоретическом опыты Дженнера доказали, что люди или животные, которым вводили незначительное количество опасного заразного начала, превращались в особые существа, лучше вооруженные против него, подобно тому, как народ, который часто подвергается нападениям, в состоянии лучше защищаться, чем другие. Существует память биохимическая, утверждает доктор Дюбо, видный ученый из Рокфеллеровского института. Она не менее реальна, чем память интеллектуальная и эмоциональная, и, возможно, по существу не очень от них отличается. Как полученная в детстве травма, способная искалечить психику и создать стойкие комплексы, так и болезнь, даже в легкой форме, производит в организме глубокие и зачастую благоприятные изменения. Организм, поборовший какое-нибудь заболевание, это уже не прежний неискушенный организм. Ты победил меня, ты уже стал другим. Пастер много размышлял над великой тайной инфекционных заболеваний и над иммунитетом открытым Дженнером. Его могучий ум не хотел мириться с тем, что прививка противоспы представляет собой уникальный случай. Должны существовать способы иммунизации против других болезней. Но как найти эквивалент коровьей оспы, который позволит бороться против других микробов? Случай, который так часто приходит на помощь тем, кто не сидит сложа руки, в 1880 году дал Пастеру ключ к разгадке. Изучая куриную холеру, он установил, что со временем вирулентность патогенного микроба ослабевает, куры, которым ввели ослабленные микроорганизмы, приобретают иммунитет против вирулентных микробов. Он сделал обобщающий вывод, что микроорганизмы превращаются в вакцины, если они предварительно были ослаблены длительным соприкосновением с воздухом. В честь Дженнера Пастер расширил употребление слова вакцина. Как же действовали все эти вакцины? Они вызывали защитную реакцию, или вернее образование в крови новых веществ антител, которые в дальнейшем помогали организму бороться с неослабленными микробами. Угроза вызывала мобилизацию защитных сил. В 1888 году Шантемес и Видаль доказали, что даже вакцина, состоящая из убитых микробов, подготавливает кровь к борьбе против возбудителя брюшного тифа. Примерно в то же время Ру и Иерсен открыли яд, точнее токсин, выделяемый дифтерийной палочкой. Затем Беринг, ученик Коха, обнаружил антитоксическое свойство сыворотки животных, морской свинки, собаки, которым неоднократно вводили в малых дозах дифтерийный или столбнячный токсины. Казалось совершенно естественным призвать на помощь эту готовую бороться кровь, эту боеспособную сыворотку для защиты от инфекции. Беринг решил также попытаться превратить антитоксические сыворотки в лекарства для предупреждения и лечения инфекционных болезней. Его метод основывался на совсем ином принципе, чем вакцинация. В организм больного вводили уже сформированные антитела. После того, как Беринг частично потерпел неудачу, Ру снова взялся за решение этой проблемы и на этот раз добился блестящего успеха. На медицинском конгрессе в Будапеште 1894 год он вызвал бурный восторг аудитории своим сообщением о том, что если больному дифтерией ввести лошадиную сыворотку, он выздоравливает. Началась эпоха серотерапии. Речь теперь уже шла не только о предупреждении болезни, но и о спасении больных. В 1891 году Райт вернулся из Сиднея в Англию. После того, как он в течение года переходил с места на место, ему наконец посчастливилось получить кафедру патологии в военно-медицинском училище, основанном при госпитале в Нетлее. Здесь он работал с группой молодых медиков, которых сумел заразить своей страстью к исследованиям, стремлением создать новую медицину, основанную на эксперименте и точном количественном изучении явлений. Ученики восхищались его верой и воинственным характером. Вряд ли существовал другой человек, который был бы настолько не способен ладить с военной администрацией. Вскоре в Нетлее стали с восторгом рассказывать, как Райт отправился на парад за сержантом, служившим у него в лаборатории, выволок его из шеренги и держа за воротник потащил за собой, чтобы тот занялся серьезной работой, как заявил Райт пришедшим в ужас военным. Утверждали, что высшее начальство военного министерства приказало ему поменьше говорить в своих лекциях о функциях крови, которая в конце концов составляет всего лишь тринадцатую часть веса тела, но он, вопреки приказам, произносил перед каждым очередным выпуском покидающим училище революционную речь о физиологии религии. Начав преподавать бактериологию, науку, находившуюся еще в зачаточном состоянии, Райт уже тогда предсказывал, что в будущем инфекционные заболевания будут диагностироваться точными методами, а не простым выслушиванием больного и заявлениями наподобие того, которое сделал один известный в те времена врач. Судя по звуку, это бацилло инфлюенции. Видаль и Грубер показали, что кровь тифозного больного агглютинирует, склеивает микробы тифа, что это явление специфично, то есть происходит с одним только видом микробов и поэтому позволяет поставить диагноз. Райт доказал, что схожая реакция наблюдается при мальтийской лихорадке, очень тяжелом заболевании, которая передается через коз, весьма распространенных на Мальте. Это позволило позже Мечникову, который тогда работал в Пастеровском институте, шутливо сказать своим студентам, показывая на карту мира, где были отмечены области распространения мальтийской лихорадки, все эти районы принадлежат Британской империи. Это объясняется не пагубным влиянием англичан, а тем, что одни они изучили мальтийскую лихорадку и умеют ее диагностировать. Начиная с 1895 года, Райт отдается главным образом изучению иммунизации против брюшного тифа. В те годы это была весьма опасная болезнь, часто смертельная, которая во время войны косила солдат, опустошая армии. Русский бактериолог Хавкин, работавший в Пастеровском институте и приехавший как-то в Нэтлей, подал Райту мысль о возможности оградить людей от тифа при помощи предохранительной вакцинации, подобно тому, как Пастер ограждал овец от сибирской язвы. И в том и в другом случае нужно было вызвать образование антител и поступление их в кровь. Брюшной тиф не только кишечные заболевания, как это считали долгое время. Микробы циркулируют в крови. Значит, если сделать кровь больного смертельной для данного возбудителя, можно предотвратить заражение организма. Шантемес и Видаль доказали, что можно вакцинировать животных против брюшного тифа при помощи микробов, убитых нагреванием. Райт изобрел очень простой способ измерения бактерицидных свойств крови, который позволил ему установить, что после вакцинации кровь может уничтожить в 10 и даже в 50 раз большее количество микробов и сохраняет это свойство в течение нескольких месяцев. Он заметил, что часто после прививки наступает негативная фаза, когда кровь теряет бактерицидные свойства. Эта фаза сопровождается недомоганием и повышением температуры, после чего наступает позитивный период. Словом, он провел очень точные исследования и, уверенный в полученных им результатах, рекомендовал военному министерству вакцинировать всех солдат, которые отбывали военную службу за пределами Англии. Райт первым испытал в 1898 году противотифозные прививки на человеке. В Германии примерно в то же время Фейфер и Колье успешно применили ту же вакцину. Несмотря на положительные результаты, в Индии и в других странах старые штабные доктора в позолоченных фуражках по-прежнему были настроены скептически. Во время Англо-Бурской войны Райт хотел добиться обязательной иммунизации в армии, но ему разрешили вакцинировать только тех, кто на это согласится добровольно. Таких оказалось из 328 тысяч всего 16 тысяч. Этого было мало. Да и как их наблюдать, чтобы получить какие-то статистические данные? Когда в полевых госпиталях спрашивали тифозных больных, были ли они вакцинированы, они неизменно отвечали «да», из боязни получить выговор. Приводили даже слова одного сержанта санитара, который в своих отчетах о каждом тифозном больном неизменно писал, что тот привит против тифа. Поскольку они больны брюшняком, это доказывает, что они были вакцинированы. Райт был настолько взбешен беспомощностью официальных медицинских органов, что оставил кафедру в Нетлее, как не тяжело ему было с ней расставаться. Несколько позже, в 1902 году, он был назначен профессором патологии Сент-Мэри. Там он создал бактериологическое отделение, где царил в течение 45 лет. Вначале он преподавал не только бактериологию, но и патологическую анатомию и гистологию. Мало по малу он сложил в себя эти обязанности и целиком отдался изучению иммунологии. Теперь он был совершенно убежден, что все инфекционные заболевания излечиваются вследствие действия антител, независимо от того, циркулируют ли эти антитела сами по себе в крови или усиленно поступают в кровь в результате стимулирующего действия вакцинации или, наконец, вводятся сывороткой. В этом, по его мнению, заключалось будущее научной медицины. Врач будущего будет иммунизатором. Райта приводила в отчаяние бессилие традиционной медицины в борьбе против самых тяжелых заболеваний. Как-то, выступая на вечере в одном из медицинских обществ, он закончил свою речь следующими словами. Короче говоря, если врачи не научатся приносить какую-то пользу, они окажутся обречены и на положение военных фельдшеров. Многие другие ученые также работали над тем, чтобы найти ответ на вопрос, как защищается организм в естественных условиях против патогенных микробов. Ведь человечество существовало задолго до открытия предохранительных прививок, и раз оно не вымерло, значит, людям удалось устоять в борьбе против микробов. Каким же образом? Русский ученый Мечников, работавший в Пастеровском институте, открыл основной механизм этой защиты — фагоцитоз. Когда он наблюдал в своей лаборатории прозрачные личинки морских звезд, у него зародилась мысль, что специальные клетки жандарма организма организуют защиту живого тела против торчихся в него вредоносных микробов. Если догадка правильно, то инородное тело, попавшее в морскую звезду, должно быть вскоре окружено подвижными клетками. И действительно, шипы роз, которые Мечников вводил в личинки морских звезд, сразу же были окружены и растворены. Этот опыт поразил Мечникова сходством с явлением, которое происходит, когда в палец человека вместе с занозой попадает инфекция, образуется гной. Но что такое гной? При воспалительном процессе клетки и прежде всего белые кровяные шарики выходят из кровеносных сосудов, окружают микробы и фагоцитируют, то есть пожирают их и уничтожают. Как же фагоциты переваривают микробов? Это осуществляется под влиянием находящихся внутри клетки ферментов или амилазов, сходных с пищеварительными ферментами слюны или желудочного сока. В противовес этой клеточной теории иммунитета немецкие ученые отстаивали гуморальную теорию. Они приписывали бактерицидное действие жидкостям организма и в частности сыворотке крови. Райт будучи другом Мечникова а также многих немецких ученых попытался примирить обе соперничавшие теории клеточную и гуморальную. Он заявил примерно следующее в сыворотке крови и жидкостях зараженного или вакцинированного организма появляются особые химические вещества антитела. Эти вещества усиливают разрушительное действие фагоцитов изменяя внешнюю структуру микробов так как они оседают на их поверхности и смазывают их отчего те становятся более удобоваримыми. Райт его ученик из Нетлея капитан Дуглас который перешел вслед за ним в Сент-Мэри провели ряд опытов и подсчитали количество микробов поглощаемых каждым фагоцитом. Сделать это было нетрудно. Под микроскопом фагоцит выглядит как серое пятно а внутри этого серого пятна находятся черные точки фагоцитированные микробы. Райт и Дуглас обнаружили что поглощающая способность фагоцитов очень изменчива и зависит от того как вещество образовавшееся благодаря иммунизации смазало микробы. Любимым развлечением Райта было производить новые слова от греческих корней. Он назвал приобретаемую кровью способность смазывать микробы чтобы фагоциты поглощали их с большей легкостью опсонической способностью от греческого слова опсоно приготовляю пищу для а вещество опсонином. Сыворотки лишенные опсонинов фагоцитарная реакция слаба или даже совсем отсутствует. Как только под влиянием инфекции или вакцинации содержание опсонинов в сыворотке увеличивается фагоцитоз становится значительным. Райт придавал этой теории первостепенное значение. Прежде всего она счастливо объединяла клеточную и гуморальную теории. Действительно согласно этой теории патогенные микробы уничтожаются фагоцитами, но только после того, как они смазаны и подготовлены гуморальными опсонинами. Затем теория Райта, как он считал, позволяла диагностировать большую часть инфекций по усилению опсонической способности крови, по отношению к возбудителям данной инфекции и только к ним. На самом же деле эти изменения, хотя они и происходят, настолько сложны, что их трудно объяснить. И, наконец, измерение опсонического индекса отношения опсонической способности крови данного индивидуума к опсонической способности крови здорового индивидуума, принятой за единицу, у данного индивидуума предполагалось использовать при проведении рационального лечения вакциной или сывороткой, раз можно было в любой момент, определив процент фагоцитированных микробов, установить, какое количество опсонинов содержится в крови больного и следить, увеличивается ли оно или нет под действием лечения. Теория опсонического индекса с блестящим красноречием, изложенной Райтом, выглядела гениальной. Медицина превращалась в точную науку. Так казалось группе одаренных молодых врачей и исследователей, привлеченных ослепительным сверканием ума Метро и согласившихся вести весьма суровый образ жизни, на который обрекал их учитель. Первоначально в эту группу входили Стюарт Дуглас, перешедший сюда из Неклея, Леонард Нун, Бернард Спилсбери и Джон Фримен. Последний поступил в лабораторию в 1903 году. Он обладал оригинальным умом, был блестящим автором многих ценных научных трудов и стал одним из любимых учеников Райта, который называл его своим сыном в науке. Фримен до своей женитьбы жил у Райта на Лаур-Сеймур-Стрит-7. Позднее группа исследователей пополнилась Леммингом 1906 год, Маттюсом, Кармальд Джонсом и Леонардом Кольбруком. Была ли это просто группа? Скорее, они образовали некое братство, подобие религиозного ордена. Раз и навсегда было признано, что на них лежит важная миссия, что они посвящают всю свою жизнь служению науке и должны быть безоговорочно преданы Райту. Что же давало ему в их глазах такой авторитет? Его личное обаяние, блеск его ума и его собственное страстное увлечение научно-исследовательской работой, заставлявшее его порой засиживаться в лаборатории до трех-четырех часов ночи, а иногда и до зари. А почему сам он лишал себя всяких развлечений, радостей семейной жизни, ради того, чтобы подсчитывать черные точки в серых пятнах? Из тщеславия? Возможно, отчасти и из-за этого. Он был властолюбив и мечтал славе, но прежде всего им руководили любознательность и страстное желание найти исцеление для человеческих страданий, потому что он был человеком сердечным и добрым. Фримен рассказывает, что Райт из-за своей работы настолько пренебрегал близкими, что его дочь Долли в сочинении на тему семейной радости в заключении написала «Да чего же бывает приятно, когда в воскресенье папа находит время заехать посмотреть, как живет его семья?» Однажды, когда Райт, придя в больницу, повесил на крючок свою шляпу, Дуглас увидел, что за ленту заткнута белая бумажка. Он вынул ее и прочел «Папа, вы уже три раза обещали, что наполните мои шарики газом и забываете это сделать. Я кладу два пустых шара во внутренний карман вашего пальто, не забудьте на этот раз». Дуглас надул шары и привязал их к ленте шляпы. Так Долли Райт получила наконец свои шарики. Восхищение, которое испытывали молодые ученые перед своим учителем, объяснялось не одной только их привязанностью к нему и преданностью. Многие прославленные люди, никак не связанные с работой его отделения, разделяли это чувство. Часто около полуночи в примыкавшей к лаборатории комнате подавался чай. Сюда, чтобы послушать Райта, собирались со всего Лондона и из разных стран знаменитые посетители. Такие выдающиеся биологи, как Эрлих и Мечников, прославленные медики с Харлей-стрит, такие политические деятели, как Артур Бальфур и Джон Бернс, такие драматурги, как Бернард Шоу и Гранвиль-Баркер. На приемах у своего большого друга знаменитой Леди Хорнер Райт познакомился со многими членами правительства и в частности с лордом Холдейном, в то время военным министром, благодаря которому он стал сэром Алмротом Райтом. Фримен помнит содержание письма, в котором его патрону сообщалось о присвоении ему дворянского титула. По его словам, оно гласило примерно следующее. Дорогой Райт, мы должны добиться, чтобы ваша прививка против брюшного тифа стала обязательной в армии, но я не в силах убедить в этом начальника медицинской службы. Вот почему мне необходимо превратить вас в важное официальное лицо. Первый шаг к этому дать вам титул баронета. Вы будете возражать, но это необходимо. Холдейн. Райт сперва хотел было отказаться от титула и с отвращением говорил, они это напишут даже на моей могиле. Но в глубине души он был польщен. Как-то вечером за чаем в присутствии Бернарда Шоу в лабораторию зашел разговор о том, чтобы принять нового больного. Фриман заявил, мы и так уже перегружены. Шоу спросил, а что будет, если к вам обратиться больше больных, чем вы в состоянии обслужить? Райт ответил, тогда мы подумаем, чья жизнь ценнее, наша или пациентов. Шоу приложил палец к носу и сказал, ага, здесь я чую настоящую драму. Я чую сюжет для драмы. Вскоре доктор Уиллер, близкий друг Шоу и Райта, рассказал последнему, что Шоу сделал его героем своей пьесы. Так оно и было. Драма называлась «Дилемма врача», и трудно было не узнать сэра Алмрета Райта в герое пьесы сэре Коллинса Риджане. В одной из первых сцен Коллинса Риджан, он же Райт, спорил со старым, крайне скептически настроенным врачом. Сэр Патрик, что вы обнаружили? Риджан, я обнаружил, что прививка, которая должна спасать человека, иногда его убивает. Сэр Патрик, это я и сам бы мог вам сказать. Я уже испробовал эти современные прививки. Одних людей я с их помощью убил, других спас. Но я отказался от этого метода лечения, потому что никогда не знаю, которого из этих двух результатов смогу добиться. Риджан, протягивая ему брошюру. Когда у вас будет свободное время, прочтите, и вы поймете, отчего это происходит. Сэр Патрик, да ну и к черту вашу писанину! О чем здесь практически идет речь? Просматривает брошюру. Апсанины? А это что за чертовщина? Риджан, апсанины это вещества, которыми вы смазываете патогенные микробы, чтобы их поглотили белые шарики. Сэр Патрик, это не ново. Белые шарики, как же фамилия этого человека? Боже, как его фамилия? Мечников. Он их называет, Риджан, фагоцитами. Сэр Патрик, совершенно верно, фагоцитами. Так вот, я уже слышал эту теорию задолго до того, как вы вошли в моду. Кстати, они не всегда пожирают микробы. Риджан, они их поглотят, если вы смажете их апсанинами. Сэр Патрик, сказки, Риджан, ничуть. Вот что происходит. Фагоцит и не желает поглощать микробы, пока те не будут смазаны. Так, пациент вырабатывает необходимую смазку. Но мое открытие состоит в том, что эта смазка, которую я назвал апсанинами, выделяется организмом в разных количествах, иногда в большем, иногда в меньшем. Прививка усиливает эту положительную или отрицательную тенденцию организма. Если вы производите прививку в отрицательный период, вы убиваете. Если вы вакцинируете больного в положительный период, вы его излечиваете. Сэр Патрик, а как же разрешите спросить, вы узнаете, находится ли ваш пациент в положительном или отрицательном периоде? Риджен, отправьте каплю крови вашего пациента ко мне в лабораторию, и через четверть часа я вам скажу, каков его апсанический индекс. Это утверждение Бернарда Шоу было слишком оптимистичным. На определение апсанического индекса требовалось отнюдь не четверть часа, а гораздо больше времени. И когда бывал наплыв больных, юные послушники, посвятившие себя науке, трудились до самой зари. Флеминг у Райта Немраморные вестибюли создают величие ученого, но его душа и ум. Флеминг Любопытно узнать, как выглядел Флеминг, этот молодой сдержанный шотландец, среди общительных и талантливых товарищей по лаборатории. Он ни в чем не уступал, прибыл сюда со славой выдающегося студента и имел несколько дипломов и медалей. Но был невероятно молчалив. Столь красноречиво молчаливого человека я никогда не встречал, рассказывает Фримен. Он всегда был очень сдержан. Случалось, что в припадке гнева я обзывал его идиотом или бросал еще какой-нибудь оскорбительный эпитет. В ответ Флеминг только смотрел на меня со своей еле заметной улыбкой джиаконды. И я знал, что в нашем споре победил он. Оборудована была лаборатория довольно примитивно. Термостат, автоклав, чашки Петри, пробирки, стеклянные трубки и микроскоп. Флеминг привык обходиться всего лишь несколькими капиллярными трубками, мерными капельницами и всегда сам собирал свою аппаратуру. Он принимал участие в чаепитиях как ночных так и дневных вместе со всей семьей, которая собиралась в маленькой комнатке из вежливости именовавшейся библиотекой, хотя в ней не было ни одной книги. Грузный всклокоченный Райт в своем кресле играл роль властного отца. Он председательствовал за письменным столом, остальные теснились на диване или рассаживались на стульях вокруг него. Ученики относились к нему как к исключительному явлению природы. Французский доктор Роберт Дебре во время своего пребывания в Сент-Мэри с изумлением наблюдал следующую сцену. Райт говорил, а в это время щуплый Флеминг с серьезным видом подошел к нему и, ни слова не говоря, очень искусно уколол августейший палец его величества, чтобы взять каплю крови для контроля. А Райт, не обращая ни малейшего внимания на этот ритуал, продолжал свою речь. Эти беседы большей частью состояли из длинных монологов Райта. Он говорил, слегка наклонившись вперед, и выглядел страшноватым, но крайне привлекательным феодальным владыкой и абсолютным повелителем. Развивая какую-нибудь тему, он с легкостью и в большом количестве цитировал Канта, Софокла, Данте, Рабле, Гёте и даже приводил выдержки из Мадемуазель Мопен Теофиля Готье. Когда лабораторию посещали такие политические деятели, как Больфур, один Райт участвовал в разговоре и изредка Фримен. Флеминг по большей части молчал. Вначале его покорили страстный характер и универсальные знания Райта, но Флеминг был наделен одним ценным и неудобным даром. Он сразу находил уязвимое место. Так он очень скоро понял, что красивые тирады патрона часто бывали основаны на весьма шатких посылках. Когда ночное чаепитие превращалось в метафизическую оргию, он долго молча слушал Райта, потом неожиданно одним словом спокойно опрокидывал всю трудолюбиво воздвигнутую систему. «Почему?» спрашивал он с притворным простодушием. Все переглядывались. «Честно говоря, он прав. Почему?» Райт ценил Флеминга за безупречность его работы, за безошибочность суждений. Но молчание Флеминга он воспринимал как вызов и охотно подтронивал над ним. Вообразив, что юнош-отландец, который никогда не говорил о религии, ковенантер и верующий, старик, желая вызвать на его бесстрастном лице хоть какие-нибудь чувства, кощунствовал, подбирая, например, две страфы из разных мест Евангелия, так, чтобы получился нелепый или даже непристойный смысл. Или же спрашивал, «Флеминг, как могла Вифлеямская звезда находиться только над одним домом? Ведь звезды от нас на таком расстоянии, что нам кажется, будто одна звезда стоит над всеми домами какой-нибудь деревни. Разве не так?» Флеминг молчал. Он знал, что слывет в лаборатории молчаливым шотландцем и добросовестно поддерживал это мнение. Райт любил приводить длинные стихотворные цитаты. Часто после какой-нибудь очередной тирады он поворачивался к Флемингу, который с непроницаемым лицом не сводил с него своих красивых голубых глаз и спрашивал, «Чьи это стихи?» Вначале флеминг какистый шотландец из принципа отвечал Бернса. Впоследствии, будучи человеком методичным, он установил, что старик черпает твои цитаты в основном из трех великих источников из Библии, из потерянного рая Мильтона или из пьес Шекспира. С тех пор в ответ на вопрос Райта «Флемм, откуда это?» он неизменно отвечал «из потерянного рая» и в одном из трех случаев оказывался прав. После долгого трудового дня Флемминг наслаждался веселой болтовней. Ему нравилось, что серьезные вещи здесь не принимались всерьез. Он любил вводить элементы игры во все, даже в свою работу. Он не прочь был посмеяться над товарищами и не обижался, когда смеялись над ним. В играх, как и во всем остальном, он стремился одержать верх. С невозмутимым спокойствием он изучал игру и осваивал ее правила. Но самая увлекательная и прекрасная игра состояла не в беседах, а в исследовательской работе в лаборатории. И здесь Флемминг одерживал верх. Райт, несмотря на свои толстые пальцы, очень искусно производил всякие манипуляции, но Флемминг, или, как его нежно называли, «маленький флемм», проявлял еще большую сноровку и изобретательность. В его руках стекло становилось удивительно послушным. Приятно было наблюдать, как Флемминг с невероятной быстротой собирал, изобретая по ходу действия, какой-нибудь сложнейший аппарат. Он был подлинным артистом, и, говоря о его работах, инстинктивно употребляли термины, применимые к произведениям искусства. Этот опыт Флемма настоящий шедевр. «Именно благодаря этому он без всяких усилий сохранял связь с природой, столь ценную для того, кто ее изучает, связь, которую так часто утрачивает ученый, мыслящий абстрактно». Райт был схоластиком и верил, что одной лишь силою ума, во всяком случае, его ума, можно открывать законы различных явлений. В общем, ему ближе был Фома Аквинской, чем Декон, Декарт или Клод Бернар. В экспериментальный метод Райт, конечно, верил. Он сам поставил множество великолепных опытов, которым и был обязан всем, что знал. Но он никогда не мог принять без сопротивления отрицательный ответ, полученный от природы. «Позитивный ум», пишет французский философ Ален, «обуреваем страстями, ответ, который дает нам окружающий нас мир на наши требования и надежды, не всегда достаточно ясен, чтобы разбить наши химеры. Хотя Райт мудро и искренне проповедовал самокритику, он был пристрастен при отборе и толковании полученных результатов. В словах таилась для него непреодолимая притягательная сила, и порой его рассуждения, уснащенные терминами греческого происхождения или просто изобретенными им катофилаксия, эпифилаксия, экфилаксия, уводили его аудиторию за пределы реального. Флеминг восторгался гением своего учителя, воздавал должное его честности, он знал, что даже если Райт иногда и заблуждался, то делал это с искренним убеждением. Однако с ранней юности Флеминг поставил себе за правило никогда не упорствовать в отстаивании предвзятой идеи, если опыт показывает обратное. Его друг профессор Паннет пишет, он не любил много разговаривать, и поэтому когда он наконец решался высказать свое суждение, вы могли быть уверены, что оно будет в высшей степени умным. Проницательность и прозорливость Флеминга были вне всякого сомнения. Когда Райт в пылу красноречия слишком увлекался теоретическими выводами, Флеминг спокойно говорил ему «Нет, патрон, так не получится». Райт с еще большим жаром продолжал свои рассуждения. Флеминг не прерывая выслушивал его, а потом просто повторял «Нет, патрон, так не получится». И в самом деле так не получалось. Хотя Флеминг своими односложными разящими репликами и прокалывал иногда слишком смело запущенный пробный шар, он сознавал, что горячее воодушевление Райта вдохновляло и его. Неукротимый, обаятельный, а порой свирепый ирландец вызывал у внешне бесстрастного шотландца чувство безграничной преданности. Противоречить Райту в его присутствии, на что Флеминг изредка решался, это одно дело, но вот подвергать сомнение идеи патрона за стенами лаборатории совсем другое, и он это никогда не шел. Он великолепно знал, что некоторые теории Райта были очень спорны, и старался экспериментально обосновать смелые гипотезы учителя. Райта своей самоуверенностью, резкой откровенностью нажил немало врагов среди ученых. Его аппаратура подвергалась бесконечным нападкам. Флеминг с беспредельным терпением старался ее совершенствовать. В тех случаях, когда он верил в оспариваемую теорию, он упорно работал над взятой темой и доказывал неверящим, что старик прав. В лаборатории Райта Флеминг многому научился. Одной из его больших жизненных удач было то, что он попал в школу такого ученого. Но и Райту повезло, что рядом с ним работал этот удивительно беспристрастный и бесконечно преданный ему исследователь. Райт это знал, хотя он, подобно многим крупным ученым, относился к уму своих учеников как к своей собственности и их работы включал в свои сообщения, он неоднократно упоминал имя Флеминга и признавал, что многим ему обязан. Главными достоинствами молодого исследователя были силы его наблюдательности, благодаря которой ни одна мелочь не ускользала от него, умение глубоко постичь причины, вызывающие данное явление, и, наконец, способность отметать все лишнее, чтобы раскрыть сущность проблемы. он щедро отдавал весь свой талант, чтобы отстоять абсонический индекс от нападок, которым тот подвергался со всех сторон. Говорили, что для правильного определения индекса требуется огромное множество подсчетов, и что даже если сам метод верен, применять его практически невозможно. Нет, возражал Флеминг, опытному бактериологу, работающему с умом, совершенно не нужно подсчитывать столько же клеток, сколько и начинающему исследователю. Любую работу он делал с легкостью. Два случая, происшедшие в самой лаборатории, казалось, убеждали, что группа исследователей во главе с Райтом не зря возлагала надежду на эту нашумевшую и спорную теорию. Один из сотрудников лаборатории, Джон Уэллс, находясь в деревне в отпуске, написал, что у него инфлуенса. Райд попросил его не приезжать до полного выздоровления. Через два месяца Уэллс снова написал, все-таки мне надо приступить к работе, инфлуенса, видимо, никогда не кончится. Он вернулся, но с трудом бродил по лаборатории, явно больной. Состояние у него было весьма угнетенное, его лихорадило. Однажды Флеминг взял у него кровь и вскоре принес Фримену два предметных стекла и попросил его «Подсчитайте, пожалуйста, мазки». Он ничего больше не объяснил. Стекла были помечены А и Б. Фримен, тщательно подсчитав клетки, сказал «Кровь Б в два раза менее активна по отношению к данному микробу, чем кровь А». «Я обнаружил то же самое», ответил Флеминг. «Б контроль, а кровь Уэллса». Микроб же возбудитель САПа. У Джона Уэллса САП. Помните ту молодую женщину, у которой умер пони? Уэллс, наверное, неосторожно обращался с культурой микроба, взятой у больного животного. Видимо, у пони был САП, и Джон Уэллс заразился. Через полтора месяца диагноз подтвердился. Джон Уэллс умер от САПа, неизлечимой в те времена болезни. Второй случай произошел с могучим краснощеким ирландцем доктором Мэем, которого все называли Мэзи. Мэй, как и другие, давал кровь для контрольных опытов. В лаборатории всегда был запас нормальной крови. Кто-то поинтересовался, соответствует ли эта смешанная кровь в среднем крови каждого сотрудника. Тогда установили апсанический индекс смешанной крови и крови каждого донора. Мэй заметил, что его кровь больше, чем у остальных, отличается от смешанной крови. Райт объявил ему, «Вашу кровь мы больше не будем брать, вы больны». Мэзи продолжал регулярно определять свой апсанический индекс и заметил, что тот все больше отклонялся от нормы. Райт сказал ему, «Послушайте, вам придется покинуть лабораторию. Видимо, у вас какая-то скрытая форма туберкулеза». Мэзи рассмеялся, он чувствовал себя совершенно здоровым, но все же уехал в Южную Африку, где ему предложили более легкую работу. Когда этот случай стал известен в медицинском мире, многие патологи говорили, «Райт совершенно сошел с ума. У него в лаборатории парень, воплощенное здоровье, и только потому, что у того изменен апсанический индекс, Райт утверждает, будто он болен туберкулезом. Никогда еще ничего более смешного не приходилось слышать. Не пробыл Мэй в Африке и двух месяцев, как врачи нашли в его мокроте палочки Коха. Таким образом, благодаря апсаническому индексу, бактериологический диагноз был поставлен на много недель раньше клинического. Итак, судя по всему, эта огромная работа велась не напрасно, но она обрекала учеников Райта трудиться ночами напролет. Студенты Сент-Мэри знали, что, уйдя с какой-нибудь вечеринки в два часа ночи, они могли еще выпить кружку пива у Флеминга, который даже в этот поздний час работал, склонившись над своим микроскопом. Им доставляло удовольствие видеть здесь Флеминга, спокойного, невозмутимого, с аккуратно завязанным галстуком бабочкой, с прилипшей к нижней губе неизменной сигаретой, которую он не вынимал, даже когда говорил, отчего его еще труднее было понять, радушного, всегда готового терпеливого выслушать все, что ему скажут. Флеминг обладал еще одним даром. Он умел излагать факты с удивительной последовательностью. Даже первое его сообщение поражает своим великолепным, ясным, научным языком. Райт, человек, высокообразованный, требовательный и с большим вкусом, признавал, что Флеминг писал хорошо и его манера письма отличалась сдержанностью и точностью. Мой коллега, доктор Александр Флеминг, в этой работе, к которой пишется данное предисловие, превосходно изложил результаты, достигнутые отделением вакцинотерапии Сент-Мэри. Райт перешел теперь от вакцино-профилактики к вакцино-терапии. Следует объяснить, чем он руководствовался. Иммунизировать означает еще до всякой угрозы заболевания дать организму средства борьбы против возможной болезни. Прививки Дженнера и Пастера были профилактическими, предохранительными. Однако сам Пастер взялся лечить уже зараженных бешенством больных и добился успеха. Почему? Потому что человек после того, как его укусила бешеная собака, заболевает не сразу. Организм в ответ на введение вакцины в инкубационный период вырабатывает защитные антитела для борьбы в период, когда инфекция активизируется. Но это опять-таки разновидность предохранительной прививки. Райт с этого и начал. Нельзя ли пойти дальше? До сих пор иммунизаторы рассматривали зараженный организм как нечто единое, нераздельное? Правильно ли это? Наблюдалось немало местных инфекций, которые не распространялись на весь организм, не генерализировались. При туберкулезе коленного сустава болезнь может не распространиться на другие органы больного. Что это значит? А то, что лишь местные естественные защитные силы и только они одни были побеждены врагом, что микробы овладели плацдармом, но ничем больше, при этом общие защитные силы организма не были приведены в боевую готовность. Можно ли поднять их на борьбу? Да, отвечал Райт, при помощи аутовакцины. В случае местной инфекции следует точно установить природу возбудителя болезни, приготовить из убитых микробов культуру, ввести ее человеку и проследить за его апсаническим индексом с тем, чтобы проверить действие вакцины. Райт считал, что это только первый шаг на пути исследования огромных областей медицины, что вакцинотерапию можно будет применять шире, например, при сепсисе и инфекциях, сопровождающих рак. Человек, воодушевленный какой-нибудь идеей, преданный ей, всюду видит возможность применить ее. Несомненно, Флеминг, как и его коллеги, верил в вакцинотерапию. И действительно, в Сент-Мэри наблюдалось немало случаев излечения больных. Этот новый метод наделал много шуму. Бактериологи всего мира приезжали к Райту, чтобы познакомиться с аутовакцинами и апсаническим индексом. В двух небольших комнатах лаборатории, где находилось 6 или 7 помощников Райта, с трудом удавалось разместить человек 5-6 гостей, иностранных ученых. Больные, прослышав о новом успешном способе лечения, все пребывали. Надо было брать у них мазки, находить возбудителя, готовить вакцину, делать прививки, наблюдать за кровью, подсчитывая число микробов, поглощенных лейкоцитами. Это был тяжелый, изнурительный труд. Ко всему еще не было ни подходящего помещения, ни денег. В 1907 году дирекция больницы за неимением средств на оборудование верхних этажей недавно построенного флигеля Кларенс Винг предложила их Райту при условии, что он достанет субсидию. У Райта были состоятельные и весьма влиятельные почитатели. Он обратился за помощью к таким людям, как Лорд Айвик, Артур Дженс Бальфор, Лорд Флетчер Мултон, Сэр Макс Бонн, и они очень быстро собрали необходимую сумму. Кроме того, как только закончилось оборудование лабораторий, крупная фармацевтическая фирма Парк Дэвис и компания предложили бактериологическому отделению поставлять ей вакцины, сыворотки, апсанины и антитоксины. Таким образом, начиная с этого времени, отделение имело регулярный доход, но все средства шли на расширение клиники, а сотрудники лаборатории по-прежнему оплачивались так же низко, как в наше время подметальщики улиц. Структура бактериологического отделения была окончательно утверждена в 1909 году на заседании Палаты общин под председательством Бальфура. Отделение приобретало полную самостоятельность. Оно управлялось комитетом, который собирался только тогда, когда это находил нужным Райт. Для Кворума достаточно было присутствия Райта и еще двух членов комитета. Благожелательная тирания старика отныне стала узаконенной. Женщины в лаборатории почти не бывали, за исключением тех дней, когда Райт подготовлял, как говорил его друг Эрлих, программу для дам. Эти программы при помощи эффектных опытов знакомили Леди Хорнер, миссис Бернард Шоу и других привилегированных дам с последними открытиями. Райт не скрывал своего полного презрения к женскому интеллекту, и нередко ночные чаепития бывали посвящены его женоненавистническим памфлетом. Большей частью повышенное мнение о женском уме, говорил Райт, должно быть приписано свойственному мужьям пристрастному отношению к своим женам. На самом же деле всем известно, что любящая своего мужа жена слепо принимает его убеждения. Я слышал, как одна женщина говорила о своей дочери. Она настолько привязана к своему мужу, что если завтра он станет магометанином, она последует его примеру. Райт утверждал, что любовь почти всегда вызывается бактериальными токсинами. Его увлечение греческой терминологией привело его к тому, что он объяснял стремление женщин и мужчин обнять друг друга, обхватить любимого человека руками, положить ему голову на плечо стереотропическим инстинктом, то есть желанием опереться на что-то надежное. Он написал целую книгу против избирательных прав женщин, прав, которых яростно добивались тогда суфражистки. Он собирал язвительные высказывания лучших писателей о слабом поле, начиная с сафоризмов Мишле, «Мужчина любит Бога, женщина любит мужчину». Кончая Мередитом, «Я полагаю, что цивилизация женщин будет последней задачей, которую поставит перед собой мужчина». И доктором Джонсоном всегда найдется что-то такое, что женщина предпочтет истине. Человек, который хочет осуществить свой великий замысел и работать не покладая рук, должен жить совершенно обособленно от женщин, учил Райт и сам строго соблюдал это правило. Свою семью он поселил за городом, а сам жил в Лондоне. Его семейным очагом была лаборатория. «Прежде чем принять решение по какому бы то ни было вопросу, человек должен внимательно обсудить его со сведущими людьми», говорил Райт. «Вот почему он окружил себя учениками. Одни, как Фримен, своими блестями, и как Флеминг помогали ему безошибочностью своих суждений, совершенной техникой, своим непоколебимым здравым смыслом, а иногда и молчаливым бунтом. Очень скоро Флеминг полностью освоил этот новый мир, куда он попал совершенно случайно. Труд здесь превосходил границы человеческих возможностей. Утром работа в больничных палатах, так как Райт по-прежнему требовал, чтобы исследователи были и клиницистами. Во вторую половину дня шел прием в консультации, куда приходили больные, которых обычные доктора причисляли к безнадежным. У них брали кровь и исследовали ее. Флеминг торопился покончить с приемом, чтобы бежать в лабораторию и заняться своими предметными стеклами. После ужина все снова возвращались в лабораторию и принимались изучать бесчисленные пробы крови. Для контроля исследователи брали свою собственную кровь. Наши пальцы напоминали подушечки для иголок, вспоминает Кольбрук. Все это было еще сопряжено с опасностью заражения. Флеминг, не прекращая этой изнурительной работы, готовился к выпускным экзаменам. Он держал их в 1908 году, как всегда занял первое место и получил золотую медаль Лондонского университета. Вспоминают, что одновременно он без всякой подготовки принял участие в конкурсе на звание члена Королевского хирургического колледжа и добился его. Наконец, он написал работу «Острой микробной инфекции» на факультетский конкурс «Сент-Мэри» и тоже получил золотую медаль. В редакционной статье газеты, которую выпускали в «Сент-Мэри», сообщалось ободержанной им победе и в частности было сказано «Мистер Флеминг, недавно награжденный золотой медалью и, казалось, без всякого усилия завоевавший звание члена Королевского хирургического колледжа, один из самых преданных учеников сэра Алмрота Райта, и мы думаем, что его ждет славное будущее». Прозорливым автором этой статьи был Захари Копе, в дальнейшем получивший титул Баронетта и ставший известным хирургом. Работа Флеминга о микробных инфекциях и способах борьбы с ними как бы предвосхищала дальнейшую его исследовательскую деятельность, которой он посвятил всю жизнь. Он дал описание всего имевшегося тогда у врачей оружия для борьбы против микробов, хирургическое вмешательство в случаях, когда очаг инфекции доступен антисептики, общеукрепляющие средства, препараты, воздействующие на определенные микробы, хинин при малярии, ртутные препараты при сифилисе и так далее, и естественно сыворотки и вакцины. В своей работе Флеминг отводил почетное место вакцинотерапии Райта. Враги ученого иронически спрашивали, какой смысл вводить убитые микробы в организм, который борется против живых микробов? И ссылались на инфекционный эндокардит. При этом заболевания поражены клапаны сердца и микробы бесперерывно поступают в кровь. По теории Райта должна была бы происходить естественная вакцинация. На самом же деле ничего подобного не наблюдалось и организм не вырабатывал никаких антител. Флеминг, натолкнувшись на это препятствие, выдвинул следующую гипотезу. видимо, циркуляция микробов крови не соответствует впрыскиванию вакцины. Но это требовало экспериментального подтверждения. Он не мог, да и не хотел проделать этот опыт на одном из больных и решил произвести его на себе. По его просьбе ему ввели внутривенно стафилококковую вакцину. В те времена внутривенные вливания считались опасными. Еще неизвестно было, какие последствия они могут вызвать, и Флеминг своим поступком выказал немало мужества. В субботу ему ввели в Вену 150 миллионов убитых стафилококков. В воскресенье у него появилась рвота, головная боль, повысилась температура. При таких симптомах можно было ожидать, что возрастет сопротивляемость крови, появятся антитела. Их вообще не оказалось. Если же те же 150 миллионов стафилококков вводились под кожу, сопротивляемость организма резко повышалась. Значит, инокуляция непосредственно в кровеносные русла, а при эндокардите микробы циркулирует в крови, неправильный метод лечения, дающий максимум токсического действия и минимум иммунитета. Результат опыта подтвердил предположение молодого врача. Работа Флеминга об инфекциях очень важна и тем, что она в самом начале его жизни дает общую картину всей дальнейшей деятельности ученого. Во всех своих исследованиях Флеминг стремился к одному найти способ борьбы против инфекции, которые были тогда одними из самых страшных бедствий человечества. Он чувствовал себя хорошо вооруженным для этих поисков, он был прирожденным естество испытателем и вполне отдавал себя отчет в своих преимуществах. Поэтому было бы заблуждением считать, будто в этой изысканной и литературно более образованной среде он испытывал неловкость или раздражение. Он презирал озлобленных и вечно жалующихся людей. Алик всегда был в веселом настроении и работал очень искусно, пишет доктор Холлис, один из его товарищей. В нем никогда не чувствовалось ни горечи, ни усталости. К своим исследованиям он, казалось, относился с юмором и в то же время серьезно. Профессор Крукшенг свидетельствует, видимо, его забавляли философские рассуждения Алмрата Райта. Хотя Флеминг почти не участвовал в этих дискуссиях, создавалось впечатление, что своими редкими высказываниями он с первых же дней внушил к себе уважение. Его отнюдь не огорчало, что сам он так мало говорит. Ему доставляло удовольствие слушать. И в этом была его сила. Райд своей яркой индивидуальностью затмевал остальных. Но и спокойный Флеминг сумел заставить себя любить и уважать. Годы ученичества Наука оружие и доспехи разума. И разум найдет свое спасение не взывая к самому себе, что равносильно погонит за призраком, а избрав себе определенную цель, которая станет для него опорой. Аллен. Райт и его ученики верили в вакцины в апсанический индекс и доказывали это, посвящая им дни и ночь. Другие ученые в других странах надеялись победить опасные микробы совсем иными способами. Немец Пауль Эрлих, друг Райта, ученый в очках в черепашьей оправе, человек с лучистыми глазами, шумным и веселым голосом, страстно с твердым убеждением, что достигнет цели, искал магическую пулю, которая способна была бы убить вторгшегося врага, не нанеся вреда организму хозяина. Эрлих родился в 1854 году и учился в эпоху бурного роста огромных немецких заводов красителей. В такой же мере химик, как и врач, он с ранней юности заинтересовался окраской ткани человека и животных. Он установил, что окрашивание происходит избирательно, другими словами, определенный краситель фиксируется только определенными тканями. Например, нервную ткань окрашивала метиленовая синька и только она. Эта особенность давала возможность исследовать расположение нервных клеток. Эрлих также заметил, что болезнетворные паразиты впитывают в себя некоторые красители лучше, чем клетки организма, в котором эти паразиты поселились. Почему? По той же причине, объяснял Эрлих, привыкший рассуждать как химик, по которой дифтерийный токсин поражает исключительно сердечную мышцу, а столбнячный токсин нервные клетки. Словом, потому что между молекулами существует химическое сродство. Значит, если какие-нибудь молекулы, обнаружив химическое сродство к токсинам, будут соединяться с ними, нейтрализовать их, то это и будут целебные антитоксины. В 1904 году Эрлих, руководивший тогда Франкфуртским институтом серотерапии, со своим ассистентом японским врачом Шига, поставил огромное количество опытов. В борьбе против опасного паразита трепаносомы он испробовал всевозможные красители. Вслед за Морисом, Николем и Менилем он применил особенно активные красители трепановый красный и трепановый синий и получил довольно обнадеживающие результаты. Несколько позже Эрлих одержал самую свою крупную победу, но не над трепаносомами, а над бледными трепанемами или спирохетами, возбудителями сифилиса. И не при помощи красителей, а при помощи соединений мышьяка. Тому, кто упорно ищет, часто удается что-нибудь обнаружить, хотя и не всегда именно то, чего он ищет. Эрлих попал в цель, но не в ту, в которую целился. Парацельс уже в 16 веке пробовал применить мышьяк в борьбе против сифилиса, но, видимо, не очень успешно, так как вскоре и надолго врачи перешли на лечение ртутью. В 1905-1907 годах химики выпустили препарат мышьяка Атаксил, который оказывал эффективное действие и на трепаносому, и на спирохету. К сожалению, препарат, несмотря на его название, оказался токсичным. Эрлих решил преобразовать Атаксил и создать из него новую магическую пулю. Эта работа потребовала невероятного терпения. Для каждого производного Атаксила, которое получали химики под руководством Эрлиха, прежде всего нужно было определить С, минимальную дозу, способную уничтожить микроб, затем Т, максимальную переносимую организмом дозу. По соотношению С к Т можно было судить об эффективности или токсичности медикамента. В случаях, когда С было больше Т, новый препарат, естественно, нельзя было применять. Во время этой битвы были принесены в жертву тысячи мышей и морских свинок. В 1909 году препарат 418 обнадежил искателей. Но только обнадежил. Эрлих, измученный, но полный энтузиазма, рьяно продолжал истреблять мышей. И, наконец, в мае 1909 года состав 606 уничтожил все трепаносомы, не убив при этом ни мышей, ни морских свинок. Несколько позже препарат был испробован на зараженных сифилисом кроликах. Через три недели животные были совершенно излечены. И так магическая пуля против одного из злейших врагов человечества отныне была найдена. И эта пуля била прямо по цели, уничтожая паразита, не нанося вреда тканям хозяина. Эрлих назвал этот препарат сальварсаном, спасающий мышьяком. Райта привлекала в Эрлихе его неистощимая фантазия, общительный характер и любовь поговорить. Немецкий ученый стал большим другом всей лаборатории. Когда он приехал в Лондон, чтобы сделать доклад о химиотерапии, которую Райт как педантичный лингвист тщетно пытался назвать фармакотерапией, он подарил немного сальварсана молодым ученым Сент-Мэри. Флеминг сразу же овладел способом применения этого препарата. Лечение сальварсаном было сопряжено с большими трудностями. Препарат очень быстро окислялся на воздухе. Внутримышечное введение сопровождалось острой болью. Новый ассистент Эрлиха, японец Хата, поразительно искусно вводил сальварсан кроликом внутривенно, но в 1909 году еще мало кто умел делать внутривенные вливания. Доктор Джеймс вспоминает, что в 1909 году он с товарищем присутствовал при том, как Флем вводил больному препарат 606. Джеймс и его друг, оба студента Сент-Мэри, знали Флеминга и восторгались им, потому что он получил золотую медаль. Я отчетливо вижу его у постели в белом халате. Он ставит сосуд, наполненный желтой жидкостью, ловко вводит иглу в вену больного с тем, чтобы препарат попал непосредственно в кровь. Надо полагать, что для студента того времени внутривенные вливания были чем-то новым и странным. Может быть, поэтому образ Флема навсегда запечатлелся в моей памяти с такой драматической силой. Эффект, произведенный на нас самим методом лечения, еще усилился благодаря скорому действию препарата 606, так выгодно отличавшемуся от медленно действовавших ртутных препаратов, которые мы наблюдали в остальных отделениях больницы. Помню, осмелев, я принялся расспрашивать Флема и захотел узнать, что это за желтая жидкость. Манеры у него были рисковатые. Взглянув на меня своими голубыми глазами, он коротко бросил соленокислая соль, диоксидиамина арсенобензола. Это мне ничего не сказало. Затем он спросил меня, чего вы хотите? Нам хотелось бы посмотреть, что у него по-вашему, спросил Флеминг, указывая на больного с ужасными сифилитическими язвами. Мы с товарищем ответили, сифилис? Ну, а что бы вы сделали? Лечили бы ртучью, да? Так вот, вы увидите, этот препарат действует гораздо быстрее. Позже, узнав Флема поближе, я понял, что его леденящий лаконизм не был вызван неприязненным к нам отношением. Просто таков был стиль Флеминга. Кстати, он тут же доказал свою доброжелательность, пригласив нас с товарищем в свою маленькую лабораторию около лестницы и рассказав нам всю историю изобретения Сальварсана. При этом он проявил энциклопедические с нашей точки зрения знания. Он был всего года на четыре старше нас, но в таком возрасте это большая разница. Нам казалось, что мы открыли какого-то неизвестного никому Флеминга. И сейчас еще возвращаясь мысленно к нашей встрече, я думаю, что он действительно проявил большое радушие к двум жаждущим знаниям юношам. Прощаясь с нами, он сказал, приходите завтра посмотреть на этого больного. Мы пришли, язвы совершенно очистились, мы были поражены и Флем наслаждался нашим изумлением. После этого, когда бы мы не приходили, он всегда приветливо встречал нас. Его рабочий день, казалось, никогда не кончался. Если порой среди ночи нам вдруг хотелось выпить, как это бывает в юные годы, но в этот поздний час все кабачки и гостиницы были уже закрыты, мы знали, что у Флеминга нас всегда ждет кружка пива и интересная беседа. Флем любил поспорить, он ненавидел громкие слова и тотчас же пресекал всякое проявление тщеславия и зазнайства. Нам доставляло удовольствие часами наблюдать, как он для работы, а то и ради развлечения мастерил разные предметы из стеклянных трубок. Размягчив на огне стекло, он делал пипетки и забавных зверюшек. Особенно запомнилась кошка, которая внезапно возникла из раскаленного до красно стекла. И когда остыла, уставилась на нас совершенно живыми глазами. Потом он смастерил множество каких-то маленьких животных, в испуге убегавших от кошки. Мы на всю жизнь остались друзьями. Флем был очень постоянен в своей дружбе, его невозможно было оскорбить. Прямые и резкие слова, которые задели бы любого, его не трогали. Он не был обидчив. Позже, когда я специализировался по психиатрии, у нас с ним бывало немало стычек. В медицине он придерживался материалистических взглядов. Одно из двух либо бактерий налицо, либо их нет. Чувствовалось, что он твердо решил считаться только с видимыми и измеримыми фактами. Помню, как я пытался объяснить ему роль подсознательного. К чему говорить о бессознательном мышлении, ответил он. Оно не существует. Действуя бессознательно, вы не думаете. Как-то, когда он упорно отстаивал это положение, я спросил его, какая часть айсберга видна над морем. Он ответил, что не знает. Одна восьмая, сказал я, а семь восьмых айсберга не видны. Вот так же и с бессознательным мышлением. Флем лукаво взглянул на меня. Вы никогда не знали, переубедили вы его или нет. Он спорил из удовольствия поспорить. По своему складу характера он способен был бросить вызов своему идеологическому противнику и при этом оставаться с ним в наилучших дружеских отношениях. В своей области он был непобедим. Его бактериологические познания были невероятно обширны и основательны. Действительно, Флеминг не мог отказать себе в удовольствии вернуть на землю собеседника, воспарившего высшие области, недосягаемые с его точки зрения. Одному другу после спора о вселенной, о пространстве и времени он указал на свои часы и сказал, меня вполне устраивает вот это время. Его лицо всегда оставалось непроницаемым и никогда нельзя было понять, относится ли он к своим доводам всерьез. Только люди, хорошо изучившие его угадывали по его смеющимся голубым глазам, что он шутит. Флеминг и его коллега Кольбрук опубликовали в Ланцете статью применения Сальварсана при сифилисе. Препарат дал поразительные результаты и с этого времени Флеминг стал возлагать большие надежды на химиотерапию. Райт же был настроен скептически. В начале своей карьеры он как-то сказал «врач будущего будет иммунизатором». И он от этого не отступился. Мои предсказания уже сбываются. Насколько мне известно, каждый, кто при местных бактериальных инфекциях прибегал к вакцинотерапии, всегда добивался успеха. Явно приближается день, когда врач будет иммунизатором. И Райт, несмотря на свой честный умедлительную дружбу с Эрлихом, недоверчиво относился к лечению химическими препаратами. В клубе медиков он выступил с утверждением, что химиотерапия инфекционных заболеваний человека невозможна и никогда не будет осуществлена. Его ученики были менее догматичны. Они уже стали признавать, что апсанический индекс, хотя и представляет большой интерес, практически неприменим, так как для его определения требовался сверхчеловеческий труд. Только личное обаяние и авторитет Райта способны были заставить этих талантливых молодых ученых ежедневно до поздней ночи сидеть в лаборатории и подсчитывать микробы. Многие из них, придя утром в больницу, с трудом боролись со сном. Но Флем даже после бессонной ночи, проведенной над микроскопом, сохранял работоспособность. Он являлся первым, всегда такой свежий и бодрый, словно только что провел отпуск в деревне. Некоторые из исследователей, и в частности Флеминг, Нун и Бринтон, вынуждены были, помимо работы в лаборатории, заниматься частной практикой, чтобы заработать на жизнь. Фримен, снимавший дом на Девоншир Плайс 30, предоставлял в распоряжении своих коллег кабинеты, где они могли принимать пациентов. Тогда в Англии Флеминг и Кольбрук были чуть ли не единственными, кто применял сальварсан, и они благодаря Эрлиху приобрели очень скоро большую популярность как врачи. В те времена препарат вводили, растворив его в большом количестве воды. Флеминг сконструировал простое приспособление, состоящее из двух флаконов, шприца, двух резиновых трубок и двух кранов с двумя патрубками. При помощи этого аппарата он успевал ввести сальварсан четырем больным за то время, которое требовалось другим на одно вливание. В лондонском шотландском полку, где он спас немало жертв бледной спирохеты, его прозвали Рядовой 606, и какой-то карикатурист изобразил его со шприцем в руке вместо ружья. Ему нравилось, что сальварсан дает такие эффективные результаты. Он был хорошим диагностом. Профессор Ньюкомб приводит характерный случай. Один больной с язвой на губе в течение шести месяцев лежал в клинике университетского колледжа с диагнозом туберкулеза. Были испробованы все методы лечения, но безуспешно, и больного перевели в Сент-Мэри для вакцинотерапии. Язва продолжала увеличиваться. Как-то Флеминг в течение суток заменял лечащего врача. Врачебная этика требует, чтобы заменяющий врач не менял назначенное лечение. Но Флеминг отнюдь не был ортодокцем и немедленно принял три преступные меры. Взял у больного кровь, вел ему сальварсан и послал Ньюкомбу срез ткани с запиской «Язва губы». «Туберкул?» «Ну что ж», рассказывает Ньюкомб, «Я подумал, раз Флеминг пишет «Туберкул», значит, так она и есть. Однако я обнаружил множество плазмоцитов и в ответ написал «Туберкулезное поражение губы». Многочисленные плазмоциты объясняются, видимо, вторичной инфекцией. На следующий день за завтраком Флем торжествующе посмотрел на меня и сказал «Странную туберкулезную язву я вам послал, не так ли?» Я ответил «Да, необычную». «Да», подтвердил Флеминг, «очень необычную. Я вел больному сальварсан и он выздоровел. Какой странный туберкулез». Он мне часто напоминал об этой истории. Стоило мне в споре с ним повести себя вызывающе, как он говорил, не побеседовать ли нам о туберкулезных язвах, а? Лучшим свидетельством хорошего характера Флеминга, рассказывает доктор Фрай, было то, что все его любили, хотя он неизменно оказывался прав. Обычно не любит людей, которые никогда не ошибаются, но у него это получалось так мило, что на него нельзя было сердиться. Конечно, он не мог удержаться от соблазна и не сказать «Я же вам говорил», но у него это звучало как-то по-детски. В лаборатории к счастью мало было людей, лишенных чувства юмора, иначе они не смогли бы работать с Райтом и Флемингом, любившими подтрунивать каждый на свой лад. Иногда во время очередного чаепития в библиотеке Флеминг наслаждался лукаво объявляя вдруг о каком-нибудь факте, а его жертва заикаясь и краснея оправдывалась. «Знаете, старик», говорил он например, «Ведь Джиллес влюблен». Эти слова, сказанные в присутствии патрона и всех сотрудников лаборатории, производили такое же действие, как камень, брошенный в лужу. Шлем испытывал удовольствие, наблюдая за реакцией аудитории. Его шутки никогда не бывали злыми, его просто забавляли замешательство товарища и оправдание, которое тот приводил. «Никто не обижался на Флеминга, хотя его остроты бывали довольно язвительны. Мы все были очень привязаны к Флему», рассказывает Фримен. Он был сдержанным человеком, но приветливым. Отвечал он односложно, и как только в разговор включались другие, замолкал. «Мы говорили, что он типичный шотландец, и что он не разговаривает, а ворчит». «Конечно, это не совсем верно, это была наша семейная шутка». Он всегда готов был помочь товарищу. У Хайдена, одного из врачей Сент-Мэри, был паралич после полиомиолита. Он не мог больше работать в больнице и впал в отчаяние, тем более, что должен был содержать семью. «Ноги не играют никакой роли в науке», сказал ему Флеминг. «Если хотите заняться настоящей научной деятельностью, поступайте в нашу лабораторию». Флеминг без труда уговорил Райта взять к себе этого замечательного исследователя, который до самой смерти передвигался по лаборатории в коляске. Они жили все дружно, одной сплоченной счастливой семьей и всегда выручали друг друга. Когда Хайден умер, лаборатория, несмотря на свою бедность, приняла решение дать образование обоим его сыновьям. Товарищеские отношения, как в работе, так и в развлечениях придавали всему очаровательную непринужденность. По мнению доктора Портеуса, который поступил в бактериологическое отделение в 1911 году и был самым младшим членом этого коллектива, обстановка в лаборатории была очень благоприятной. «Некоторые изображали мне Флеминга человеком замкнутым и сухим, но я этого не нашел. Меня встретил радушный коллега, готовый прийти на помощь новичку. Он не прочь был посмеяться и даже сыграть какую-нибудь шутку над товарищем, например, положить ему под микроскоп кусочек пластицина и насладиться произведенным эффектом. Он действительно был застенчив, но его застенчивость не была вызвана неуверенностью в себе. Он знал, что он знает, и это давало ему душевное спокойствие. Однако старые тормозящие рефлекции мешали ему проявлять свои чувства. А вот когда речь заходила о практической проблеме, он обсуждал ее с легкостью, без обиняков. Если товарищ или даже сам Райт отстаивал какую-нибудь техническую нелепость, Флеминг возражал, выдвигая очень убедительные доводы. Но делиться своими переживаниями он не мог, и ему становилось не по себе, когда это делали другие. Он находил напущенными и слишком преувеличенными чувства, которые менее строгий судья нашел бы просто человеческими. Но все же, если его друг, которого он очень любил, откровенно радовался встрече с ним, непроницаемое лицо Флеминга оживлялось и на мгновение озарялось. Исчезало напряженное выражение, появлялась обаятельная улыбка, а взгляд голубых глаз становился поразительно мягким. Но это бывало редко и длилось недолго. Вообще, в любой обстановке, несмотря на свой небольшой рост, который еще подчеркивали его широкие плечи, он выделялся среди окружающих. Но сам он об этом не догадывался и страдал от того, что невысок. Сын одного из его друзей готовился к экзаменам, и Флеминг сказал о нем, ему нечего бояться экзаменов. Он высокий, высокие люди могут делать, что им вздумается, и попасть куда захотят. Он ходил, слегка раскачиваясь, и при этом чуть надменно пожимал плечами. Возможно, его походка объяснялась привычкой носить шотландскую юпочку в те времена, когда он был в лондонском шотландском полку. Но она также выражала уверенность в себе и своего рода вызов. Он удивительно владел своим телом, и поэтому метко стрелял и проявлял сверхъестественную ловкость в крокете, что приводило его в восторг. Он завязал в Лондоне некоторое знакомство вне больницы и вне семьи. Австралийский врач Педж, проходивший практику в Сент-Мэри, представил его своим друзьям Пигрэмом, у которого был дом в Варве Гарден. Флеминг пришелся по душе этой семье, особенно 12-летней Мэрджери Пигрэм. Алику, пишет она, было тогда около 30 лет. Это был серьезный и молчаливый молодой человек с крупной головой, красивыми глазами, широкими и сильными кистями рук. Для меня он был идеальным товарищем. Он был очень простодушен, и поэтому игра с девочкой ему действительно доставляла удовольствие. Когда он затевал какую-нибудь игру, он это делал с неподдельным увлечением и ничуть не свысока. Мы с ним играли в гольф по придуманным им правилам. «Вот смотрите», говорил он, «Вы будете всю парчу играть с короткой клюшкой, а я вас побью, играя с обычной». Я знала, что он меня победит, и он всегда меня побеждал. Если шел дождь, он разрабатывал правила игры в гольф на ковре, нужна была огромная ловкость, чтобы бросить мяч с таким расчетом, что он остановится на определенном рисунке ковра. Но Алику это удавалось. Мои родители его обожали, а мать обращалась с ним, как с ребенком моего возраста. «Алик, не говорите глупостей», бросала она ему, когда он принимался утверждать какой-нибудь вздор, лишь бы оживить разговор. Одним из его любимых номеров было рассказывать об очередном чудесном исцелении больного. «Да я здесь ни при чем, больной все равно бы выздоровел», что неизменно вызывало возмущение моей матери. Если же его спрашивали, чем был болен человек, которого он спас, он отвечал, «Черт меня побери, если я знаю». Дядя Мерджери Пигрэм, художник Рональд Грей, после несчастного случая, страдал туберкулезом коленного сустава. Флеминг предложил применить вакцинотерапию, терпеливо лечил его и вылечил. А вот с Мерджери Пигрэм ему не удалось добиться успеха. Ее мучили припадки астмы, Флеминг испробовал на ней столько разных способов лечения, что родные прозвали ее морская свинка Алика. Ей нравилось бывать в лабораторию. Она находила там все таинственным и привлекательным, восторгалась стеклянными пластинками с разноцветными пятнами. Однажды Алик сказал мне, что изобречен способ выявления повышенной чувствительности у астматиков. Я обрадовалась и подставила ему ногу. Алик сделал на ней несколько царапин, которые он смазал разными веществами, говоря при этом яйца, перья, лошадиный волос, водоросли, рыба и так далее. После чего мы, затаив дыхание, ждали, когда вспухнет и покраснеет одна из царапин. Но нас постигло горькое разочарование. Реакция, да и то слабая, возникла только на водоросли. А они не смогли быть причиной моей астмы. Когда я снова встретил с Аликом, он спросил меня, вам было больно? Я ответил очень больно. Я так и знал, весело сказал он. Я резал вас как попало. Он иногда вел себя манерно, что приводило меня в восторг. Например, он медлил с ответом на какой-нибудь вопрос и, отвечая, закрывал глаза. Шерландская гортанная L звучала у него как французская R, и больной, которому он говорил «Я должен взять у вас кровь для анализа», ничего не понимал. Когда Флеминг лечил художника Рональда Грея, тот жил у миссис Хаммерслей, жены Хью Хаммерслей, одного из компаньонов Кокс и компания банкирской конторы армии. У миссис Хаммерслей был очаровательный дом в стиле 18 века и большой круг знакомых среди художников и писателей. В нее часто бывали Джордж Мур, Стир, Рональд Грей, и велись оживленные и остроумные беседы. У постели Рональда Грея Флеминг познакомился с красивой и элегантной миссис Ричард Эвис, невесткой антиквара с Бонд Стрит, знатока старинной французской мебели. Миссис Ричард Эвис была женщиной блестящего ума и тоже принимала художников и писателей в своем прекрасном доме на Латброк Террас. Все эти люди полюбили Флема. Его познания в медицине вызывали у них восхищение. Его скромность и молчаливость трогали их. Проходя предписанный ему курс лечения, Рональд Грей дважды в неделю бывал в больнице Сент-Мэри. Его сопровождала миссис Дэвис. Сэр Алмрот, любивший артистический мир, приглашал их к себе на чашку чая. Прирученный теперь Флеминг называл уже миссис Дэвис Дэвэй. И когда она приходила в лабораторию говорил «Я очень рад вас видеть. Мне под зарез нужна ваша восхитительная кровь». Новые друзья Флема решили, что ему необходимо больше выезжать в свет, развлекаться и научиться танцевать. Миссис Дэвис была близка с семьей Вертхаймер, известными целому свету богатыми антикварами, щедрыми меценатами, чьи портреты писал Сарджент. Теперь все эти картины висят в галерее Тайта. Флеминг с удовольствием открыл этот новый для себя мир, о существовании которого он раньше и не подозревал. Дом Вертхаймеров был настоящим дворцом. Прекрасная мебель, великолепные картины, речайший фарфор, безупречное обслуживание, тончайшие блюда и вина. Флемингу нравилась эта среда, нравились люди искусства, с которыми он здесь встречался. У него был врожденный вкус. Впоследствии, насколько ему позволяли его материальные возможности, Флеминг посещал аукционы и коллекционировал антикварные вещи. Вертхаймеры, у которых был бальный зал, раз в неделю приглашали друзей своих дочерей потанцевать или, как тогда говорили в Англии, на хоп. На этих вечерах Флеминг был постоянным гостем, но хорошим танцором он так и не стал. Он впервые заказал себе фрак и при этом сказал портному, только сделайте меня похожим не на Карла Бриссона, а на серьезного ученого. Карл Бриссон был в то время модным салонным певцом. Рональд Грей ввел Флеминга еще в одно приятное общество, которое сыграло большую роль в его жизни, в клуб художников в Челси, помещавшийся в старинном доме в квартале города, издавна населенным художниками и литераторами. Этот клуб в принципе был открыт только для людей искусства, но в него входили также несколько почетных членов, и среди них был Флеминг. Он всю свою жизнь бесплатно лечил своих одноклубников и в случае надобности добивался, чтобы их поместили в Сент-Мэри. У него вошло в привычку в свободное время приходить сюда играть сложную игру на бильярде, в которой следует белым шаром положить в лузу большое количество разноцветных шаров. Он играл с большим увлечением, как сразу же отметили его партнеры, и пренебрегал верными ударами. Он откровенно радовался каждый раз, когда ему удавалось загнать шар в лузу. Если кто-нибудь давал ему совет, как играть при данной комбинации, он несколько мгновений молчал, глядя на стол, а затем играл по-своему совершенно не так, как следовало бы, и иногда удачно. Больше всего он любил трудные шары. «Я много раз бывал его партнером», рассказывает Мэррей. Мы с ним выступали против лучших игроков и выигрывали. Какистые шотландцы мы были полны решимости не дать каким-то англичанам побить нас. Грей попросил Флеминга написать картину, чтобы оправдать его зачисление в клуб. Флеминг ответил, что, к сожалению, он не художник. Грей заставил его взять кисти и потребовал написать сцену на ферме. Флеминг с большой неохотой написал корову, которая совсем не была похожа на корову. «Спасибо», сказал Рональд Грей, «это шедевр и именно то, чего я хотел». Через некоторое время он повел Флеминга на художественную выставку, где эта картина висела на видном месте. Автора портрета коровы все это очень развеселило, тем более, что несколько критиков хвалили художника за искусную наивность. Он сам слышал, как две весьма благовоспитанные пожилые дамы обсуждали эту картину. «Может быть, вы и правы», сказала одна из них, «это новое искусство, видимо, имеет какой-то смысл, но я не могу ловить какой именно». Флеминг из опасения, что этого недостаточно, попросил одного друга Сторера купить картину. Оплатит же ее он сам, но вспомнил, что предстоит еще внести комиссионный за выставочный зал, он передумал. Тогда было решено, что Сторер только приценится к картине и откажется ее приобрести, заявил, что она слишком дорогая. Комитет удовлетворился этой комедией, и Флеминг был избран пожизненно членом клуба. Он посещал его до самой смерти и познакомился там с большинством крупных художников своего времени. Новая среда нравилась Флемингу, и он тоже довольно быстро завоевал любовь своих новых знакомых. Клуб Челси ежегодно давал костюмированный бал, и миссис Дэвис с Рональдом Грейм решили повезти туда Флеминга. Но надо было найти ему даму. Художник Стир предложил пригласить очень красивую девушку Лили Монтгомери, которая ему позировала. Флеминг загримировался под негра и был в восторге от бала. В следующем году он пошел на бал со своим другом доктором Портеусом. Оба надели красные короткие юпочки и черные чулки, перередившись в маленьких девочек. Бактериологи порой умели развлекаться. В лаборатории Флеминг помимо обычной работы продолжал свои собственные исследования. В 1909 году он напечатал в Ланцете прекрасную статью о причине появления угрей. Затем он внес усовершенствование в реакцию Вассермана, применяемую для диагностики сифилиса. Он создал реакцию в миниатюре, пользуясь очень небольшим количеством крови, взятыми с пальца. Больше всего ему нравилось мастерить всякие приборы, исправлять недостатки аппаратуры при помощи первого попавшегося под руку предмета, например, брючного зажима для велосипедистов. Постепенно он вырабатывал для себя свою собственную философию исследовательской работы. Никаких жестких планов. Необходимо продолжать повседневную работу, стараясь не пропустить ни одного необычного явления и вовремя оценить его значение. патрон оставался гением восседавшем на Олимпе. Одним из достоинств Райта было то, что он предоставлял своим ученикам полную свободу действий в области научной работы. Сам же он продолжал разрабатывать новые сложные усовершенствования в технике исследований, как, например, то, которое он назвал стирка и полоскание. При помощи очень длинной пипетки, разделенной на равные отрезки, можно было получить все более и более ослабленные растворы инфекционных культур. Когда Фримен и Нун по просьбе профессора Жюля Борде продемонстрировали приспособление Райта в Пастеровском институте, Морис Николь сказал, все эти методы годятся для фокусников или для развлечений детей. Он был совершенно прав, методы Райта требовали необычайной сноровки, они восхищали Флеминга. Он знал, что они слишком сложны, но знал также, что он скорее, чем кто-либо другой, благодаря своей ловкости сумеет ими пользоваться. Кроме того, их защищал патрон, а Флеминг сохранял верность своему учителю. Его верность достойна уважения, так как за стенами лаборатории все более сильные враждебные течения стремились и некоторые собратья по профессии называли его сэр почти прав. Даже в самой больнице Сент-Мэри многие врачи, работавшие в других отделениях, не верили в вакцинотерапию. Вакцинировать для предупреждения болезни это понятно, но вакцинировать с лечебной целью нелепо. Райт повсюду вызывал бури, рассказывает профессор Ньюкомб. Некоторые ученые утверждали, будто вся его работа абсурдна. Флеминг твердо поддерживал учителя и в это бурное время оставался на его стороне. Светила Харлой Стрит, уязвленные презрением Райта к той медицине, которую он называл ненаучной, мстили ему, отказываясь считаться с результатами, полученными в Сент-Мэри. Статистики, уже воевавшие против Райта во времена противотифозной вакцинации, снова набросились на него. Отвечая им, Райт утверждал, что при рассмотрении настолько не схожих между собой фактов, какими являются медицинские случаи, математическая статистика должна уступить место диокритическому суждению, как он это назвал, снова придумал свое собственное определение, то есть одному из высших свойств разума, которое позволяет оценивать явления по их индивидуальным особенностям, а не по их соответствии друг к другу. И он добавлял, этого диокритического суждения лишены, как известны, женщины и Бернард Шоу. Но даже учеников Райта иногда одолевали сомнения. Кольбрук рассказывает, одержимые энтузиазмом, мы придавали слишком мало значения целительной силе природы. Вакцина терапия или же сама природа излечивали местные инфекции. Действительно язвы зарубцовывались, туберкулы исчезали, фурункулы рассасывались. Бесспорно бывали и неудачи. Но тогда мы говорили себе, что инфекция распространилась в организме, прежде чем было предпринято лечение. Сотрудников лаборатории Сент-Мэри упрекали и за то, что они продавали вакцины крупной фармацевтической фирме. Но что тут было плохого? Ведь полученные средства шли лишь на расширение лаборатории, а сами ученые, включая и Райта, продолжали работать за смехотворную плату. Райт приобрел себе также врагов и очень крикливых своими нападками на суфражисток. Он упорно продолжал отстаивать взгляд, что между женским и мужским умом огромная пропасть. Кольбрук приводит его изречение о женщинах. Мы их содержим и кормим с тем, чтобы они не могли выражать своего мнения. Он написал целую книгу «Обвинительная речь без всяких сокращений против голосования женщин». В этой книге он развивал мысль, что суфражистки — это неудовлетворенные женщины, которые мечтают об эпицентрическом мире. эпицент от греческого эпикуанус общая одинаковая для обоих полов, где мужчина и женщина были бы равными и трудились бы бок о бок, занимаясь одной и той же работой. Однако, утверждал Райт, как только эти условия будут выполнены, женщина получит всякие преимущества и помешает мужчине работать в полную силу. Эту доктрину он мог проводить в стенах своей лаборатории, но она вызывала бурное возмущение в женском мире, кстати, очень могущественном. Наконец, Райт развлекался политикой разделяй и властвуй. Фремену он говорил, что он его сын в науке и после него будет руководить отделением, но почти такие же обещания он давал и Флемингу. Пытался ли он посеять антагонизм между этими двумя столь разными, но до тех пор дружески настроенными учеными, неизвестно. Пост начальника отделения авторитет, который он завоевал своими трудами, личное обаяние и финансовая поддержка, которую он оказывал бактериологическому отделению, обеспечивали ему полные единовласти. Леонард Нун и Джон Фримен выкроили себе небольшое княжество с внутренней автономией, в котором они изучали сенную лихорадку и вообще аллергии, и добились значительных успехов. Флеминг же работал непосредственно с патроном. Он об этом нисколько не сожалел и боготворил этого выдающегося ученого столь яркой индивидуальности. Он восхищался стариком, который в течение стольких лет, сидя за своим рабочим столом и имея в своем распоряжении до смешного простейшее приспособление, несколько трубок, предметные стекла, мерные капельницы, несколько резиновых трубок, стопку картона, кусок парафина из Сургуча и прибегая лишь к помощи неисчерпаемой изобретательности своего ума и ловкости своих рук, придумал целый арсенал приборов для изучения инфекции и иммунитета. Эта трудная, однообразная, посвященная науке жизнь давала Флемингу глубокую внутреннюю радость. Удастся ли и ему в будущем сделать какое-нибудь блестящее открытие, которое вознаградило бы его за трудолюбие и суровую жизнь? Вдыхая воздух лаборатории, где аромат кедрового масла смешивался с запахом расплавленного парафина, он радовался, что родился в эту необычайную эпоху, когда революция за революцией переворачивали вверх дном медицину. За какие-то 50 лет Пастер, который для Флеминга был идеалом ученого, Беринг, Ру и Райт коренным образом изменили методы предупреждения и лечения инфекционных болезней. Эрлих своим сальварсаном открывал новую эру, эру химиотерапии. Но что будет дальше? Препарат 606 убивал лишь небольшое число микробов. Большинство оставалось непобедимыми. Флеминг считал, что решение этой задачи связано с естественной защитой живого организма. Чем больше изучали все тонкости его механизма, тем яснее становилось, насколько чудесно он устроен. Флеминг, однако, остерегался делать какие ибо-то ни было обобщения. Он излагал голые факты. Он сам себе мастерил приборы, был занят весь день, и ему некогда было разговаривать. В лаборатории по его приходу на работу проверяли часы. Для него искусно сконструированный аппарат, плод лабораторной изобретательности, был большим достижением, чем любая новая теория. В Райте его поражал не ум, он любил в своем учителе человека. В глубине души Флемминг был чувствителен и привязчив, и его резкость объяснялась застенчивостью. Бывало, вечерами в библиотеке завязывался горячий спор, который постепенно отклонялся от основной идеи и увязал в песке. Флемм сидел тут же, внимательно слушал и не вмешивался в разговор до тех пор, пока товарищи не начинали приводить совершенно безумные доводы. Тогда он кратким замечанием стараясь сделать это как можно незаметнее, возвращал все эти великие умы на землю. Многие преувеличивали результаты своих опытов, он же скорее их преуменьшал. Райт однажды сказал ему, исследовательская работа для вас игра, вы развлекаетесь. И это правда, он развлекался. У Фрименов, где у Флеминга был кабинет для приема больных, ему доставляло большое удовольствие урвать свободную минутку между двумя приемами больных и поиграть с мисс и с Фримен. Они целились монеткой в маленький квадрат посредине ковра в гостиной. Но в лаборатории его развлечения были изобретательны, плодотворны и весьма ценные. Он с детства научился наблюдать и никогда ничего не забывал из того, что раз увидел. Война 1914-1918 годов Самое большое безрассудство верить во что-то только из желания, чтобы это существовало, а не потому, что имели случай убедиться, что это есть в действительности. Боссюэ. Для начала хватит и тачки. Тачки чего? Спросила Алиса. Льюис Кэрролл Алиса в стране чудес. Однажды это было в 1912 году доктор Джеймс окончив занятия и возвращаясь в Сент-Мэри увидел на верхней ступеньке крепкого загорелого солдата в походной форме лондонского шотландского полка. Это был Флеминг. Он приехал из военного лагеря. Джеймс был поражен, что такой опытный врач, ученый бактериолог проходил учебный сбор простым солдатам. У меня тогда не было никакого военного опыта, рассказывает Джеймс. Меня приводила в ужас мысль спать в шестером или в семером в палатке. Я осмелился спросить Флеминга, как ему удалось в дождь и грязь сохранить в безукоризненном виде свое обмундирование винтовку и обувь. Он бросил на меня ледяной строгий взгляд своих голубых глаз и со свойственной ему лаконичностью ответил «Чудовишный труд». От предыдущих встреч с Флемингом у меня сохранилось к нему восторженное отношение. И вот когда я увидел, что мой герой превратился в солдата, я о многом задумался. Я не был верующим, но мне с детства привили убеждение, что воевать преступное занятие, и в армию идет только тот, у кого нечистая совесть, что все офицеры в большей или меньшей степени похожи на безнравственных кавалеристов гражданской войны, преследовавших пуритан. И вдруг убедиться в том, что человек старше меня, один из самых уважаемых мною, добившийся таких замечательных достижений в своей работе, готов как простой солдат рисковать жизнью. Это заставило меня пересмотреть свои взгляды на возможность возникновения войны. Война разразилась лишь через два года, а Флеминг покинул лондонский шотландский полк в апреле 1914 года, так как военные сборы мешали ее в работе в больнице. В первые же месяцы войны Райт получил звание полковника и был послан во Францию, чтобы создать в Булон-Сюрмер лабораторию и научно-исследовательский центр. Он взял с собой Дугласа, который имел чин капитана, Терри Моргана и Флеминга, носившего две звездочки лейтенанта медицинской службы Королевской армии. Позже к ним присоединился Кольбрук. Флемин вначале отправился в Россию для изготовления вакцины против холеры, а потом тоже приехал в Булонь. Лаборатория была прикреплена к английскому военному госпиталю, размещенному в залах бывшего Булонского казино. Вначале бактериологам отдали ужасный подвал, по которому проходила канализационная труба, наполнявшая помещение зловонием. Каждое утро в шесть часов сержант-лаборант заливал трубу кризолом, но отвратительный запах не исчезал. Сэр Алмрот возмутился, а он способен был проявить нужную резкость, и добился, что исследователям отдали фехтовальный зал под самой крышей казино. Разумеется, в этом помещении не было ничего, что требовалось для лаборатории, ни столов, ни водопровода, ни газа. Тут изобретательность Флеминга сослужила большую службу. Бунзеновские горелки заправлялись денатуратом, термостаты нагревались на керосинках. Для обработки стекла Флеминг сделал из резиновых трубок и мехов, надетых на бидон, очень хорошую горелку. Позже он говорил, что у него никогда не было лучшей лаборатории. Несмотря на войну, он оставался таким же невозмутимо спокойным, каким был в мирное время. «Вот мое первое впечатление от лейтенанта Флеминга», рассказывает его лаборант. «Бледный офицер невысокого роста, который не говорил лишних слов и выполнял свою работу спокойно и безукоризненно. Однажды, когда капитан Дуглас заболел, нашим начальником стал капитан Флеминг. Он получил повышение. Капитан Дуглас, обсуждая со мной вопросы службы, или шутил, или ругался. Когда я в первый раз принес бумаги на подпись капитану Флемингу, он работал, склонившись над своим микроскопом. Я остановился, почтительно выжидая. Он поднял голову, взял карандаш и, не требуя никаких объяснений, подписал ордера. Часто, бывало, мне приходилось докладывать ему о создавшемся положении. Он выслушивал меня совершенно безучастным видом, но на самом деле мои слова его больше трогали, чем я думал. Он все запоминал, мгновенно разрешал вопрос и в заключении говорил, «Очень хорошо, сержант, можете сами это уладить». В течение всей войны лаборатория вела огромную полезную работу. Речь шла уже не только о вакцинах. Правда, Райт, как и Вен Сан во Франции, провел кампанию за то, чтобы противотифозные прививки стали обязательными в армии и они спасли тысячи жизней. Но, кроме этого, появилось множество жгучих и безотлагательных проблем по оказанию помощи раненым. Райт и его ассистенты поднимаясь к себе в лабораторию ежедневно проходили через госпитальные палаты и видели страшные картины, результаты действия с одной стороны оружия, гораздо более мощного, чем в предыдущие войны, с другой инфекции, занесенной в раны с землей и клочьями одежды. Хирурги с отчаянием показывали бактериологам бесчисленные случаи сепсиса, столбняка и особенно гангрены. Ежедневно пребывали раненые с переломами, с рваными мышцами и разрывом сосудов. Через небольшое время лицо раненого приобретало землистый цвет, пульс его слабел, дыхание становилось затрудненным, начиналась газовая гангрена, которая неминуемо вела к смерти. Как же бороться с этим злом? В этой войне, говорил сэр Альфред Кёк, начальник медицинской службы армии, мы вернулись к инфекциям Средневековья. Со времени Листера хирурги привыкли доверять антисептике и особенно асептике. За исключением некоторых случаев заражения при транспортировке, поврежденные ткани, с которыми им приходилось иметь дело, бывали чистыми, и медики научились лечить раны, не заражая их. Листер обрабатывал антисептическими средствами халаты, перчатки, инструменты. Затем стали подвергать стерилизации при высокой температуре все, что могло соприкоснуться с тканями больного. И больничная инфекция, казалось, была побеждена. Но во время ужасной бойни 1914 года солдаты поступали с ранами, кишевшими микробами. Несчастный раненый падал где-нибудь на дороге или в поле, и здесь в раны попадали смертоносные бактерии. Флеминг исследовал клочки одежды, попадавшие в раны, и нашел на них самые разнообразные микробы. В навозе, лежавшем на полях, тоже было полно микробов. Что же делать? При осмотре свежих ран Флеминг обнаружил поразительное явление. Фагоцитоз в них был активнее, чем в гнойных ранах мирного времени. Лейкоциты поглощали и уничтожали огромное количество микробов. Отчего так происходило? В мирных условиях инфекции поражают организм, сопротивляемость которого по той или иной причине частично утрачена, размышлял Флеминг. Кроме того, микробы, передаваясь от одного больного другому, могли приобрести устойчивость. В ранениях же, полученных на фронте, происходит следующее. Здоровый, крепкий организм внезапно, механическим путем проникают микробы, вирулентность которых ослаблена, так как они находились в неблагоприятных условиях. При этом, фагоцитоз, естественно, протекает активнее. Почему же в таком случае фронтовые раны более опасны? Потому что, осколок или пуля производят сильное разрушение в тканях. Омертвевшие ткани, являясь хорошей средой для роста микробов, мешает вместе с тем проникновению к ним фагоцитов пострадавшего. Отсюда следует первый совет хирургам удалять, насколько это возможно, омертвевшие ткани. Богатый опыт исследовательской работы привил Флемингу глубокое уважение к защитным средствам организма. Что же происходило в ране в том случае, когда она освобождалась от омертвевших тканей и бывала предоставлена природе? Лейкоциты массами проникали через стенки кровеносных сосудов в рану и очищали ее, поглощая микробы. Чем же был вызван этот диапедес лейкоцитов или миграция белых шариков? Утверждать, что положительный хемотаксис притягивал фагоциты к токсинам, все равно, что говорить о снотворных свойствах опиума. Но какова бы ни была причина, факт оставался бесспорен. И так необходимо было дать возможность естественным защитным силам организма проникнуть к микробам. Военные врачи обладали и мужеством, и самоотверженностью. Но они столкнулись с незнакомой проблемой и не имея никаких на этот счет указаний, наносили на раны в большом количестве, какие попало антисептики. Их этому учили, как и самого Флеминга, когда они были студентами. Помню, что мне советовали, вспоминал Флеминг, обязательно накладывать повязки с антисептиками, карболовой, борной, кислотами или перекисью водорода. Я видел, что эти антисептики убивают не все микробы, но мне говорили, что они убивают некоторые из них и лечение проходит успешнее, чем в том случае, когда не применяют антисептики. Тогда еще я не способен был критически отнестись к этому методу. Но в Булоне Флеминг убедился, что антисептики оказались бессильны. Микробы продолжали размножаться и раненые умирали. По свойственной ему добросовестности, он, не доверяя априорным утверждениям, проделал целую серию опытов, исследуя действия нескольких антисептических растворов на разные инфекции. Его опыты показали, что антисептики не только не предотвращали возникновение гангрены, но даже, видимо, еще и способствовали ее развитию. Конечно, в некоторых случаях, когда инфекция бывала поверхностной, имела смысл пользоваться концентрированными растворами антисептиков, чтобы уничтожить микробы. Правда, такие растворы убивали одновременно и клетки организма, но так как все это происходило на поверхности, хирург имел возможность удалить омертвевшие ткани. Но случаи поверхностных заражений бывали очень редко. Современное оружие наносило глубокие, тяжелые, рваные раны. Вместе с пулей или осколком проникали вглубь раны, клочья, белья, верхние одежды и другие загрязненные предметы. Края ран были неровными, со множеством карманов и закоулков, напоминавших норвежские ферды. Микробы скоплялись в этих извилинах. Известные в те времена антисептики не обладали способностью распространяться по тканям. Есть ли возможность стерилизовать рваные раны? В поисках ответа на этот вопрос Флеминг решил сделать муляж раны из стекла. Раскалив до красна закрытый конец пробирки, он вытянул несколько пустотелых острей, напоминавших извилины раны. После этого он наполнил пробирку сывороткой, предварительно зараженной фекалиями. Это была хоть и схематичная, но довольно точная модель ранения, полученного на войне. Флеминг поместил пробирку на ночь в термостат. На следующий день сыворотка, насыщенная микробами, помутнела и начала издавать зловоние. Он вылил сыворотку и наполнил пробирку раствором антисептика, достаточно сильного, чтобы уничтожить микробы. Через разные промежутки времени Флеминг опорожнял пробирку и наполнял ее незараженной сывороткой. После инкубационного периода в термостате эта стерильная сыворотка становилась такой же мутной и зловонной, как и первая. Сколько Флеминг не повторял этот опыт, он получал один и тот же результат. О чем это говорило? Раз сыворотка, когда ее наливали, не была загрязнена, значит в извилинах пробирки упорно сохранялись микробы. Флеминг сделал вывод, что фронтовые ранения невозможно стерилизовать при помощи общеупотребительных антисептиков. Снова встал вопрос, что делать? Предоставить свободу действия защитным силам организма, отвечал Райт, и помогать им. Лейкоциты, прорывая сквозь стенки сосудов, формировали гной, действие которого оказывалось очень благотворным. Райт и Флеминг при помощи опытов доказали, что свежий гной способен уничтожать колонии микробов. Это бактерицидные свойства нормальных лейкоцитов безгранично при условии, если они достаточно многочисленны. Значит, наилучших результатов можно добиться, найдя способ мобилизовать полчища лейкоцитов и вызвать выделение максимального количества свежей лимфы. Прекрасно поставленными лабораторными опытами, Райт доказал, что для этого можно применять гипертонический солевой раствор. Флеминг подтвердил это, применив раствор при лечении раненых. Тем же самым объяснялись успехи, достигнутые на фронте каррелем при лечении жидкостью докена гипохлорид натрия, которая, как и гипертонический солевой раствор, способствовала интенсивному выделению свежей лимфы. Флеминг, зная, что антисептики при контакте с гноем и с тканями очень быстро теряют свои бактерицидные свойства, решил определить продолжительность действия жидкости докена в ране. Он обнаружил, что через 10 минут после введения в рану этот антисептик уже не опасен для микробов. Жидкость докена несомненно дает хорошие результаты, запретил из этого Флеминг, но только потому, что она помогает естественным защитным силам организма, как и солевой раствор. Впрочем, очень хорошо, что она так быстро теряет свои антисептические свойства, шутливо добавлял он. За 10 минут она не может натворить больших бед, а организм после этого за 2 часа отдыха, пока ему не мешает, восстанавливает свои силы. Последующие открытия Флеминга затмили его работы военного времени, но понимающие люди, и среди них доктор Фримен, считает, что проведенные им блестящие опыты, которыми он показал, какой вред тканям организма наносит неправильное применение антисептиков, самая законченная и искусная из всех проделанных им работ. Бернард Шоу был частым гостем в Булоне, и он торжествовал. «Мы отдали себя в руки врачей, которые услышали о микробах, как Фома Аквинский услышал об ангелах, и вдруг сделали вывод, что все искусство лечения сводится к следующему найти микроб и убить его. Проще всего убить микроб, выбросив его в реку или оставив на солнце, но врачи инстинктивно отметают все обнадеживающие факты и яростно собирают доказательства, что если кто-либо выживет в атмосфере, насыщенной патогенными микробами, это чудо. По их мнению, микробы бессмертны, и их может уничтожить только очень опытный врач каким-нибудь бактериоубивающим препаратом. В первый период этого яростного уничтожения микробов хирурги окунали свои инструменты в карболовую кислоту, что, несомненно, было лучше, чем совсем их не мыть и употреблять грязными. Но поскольку микробы так любят карболовую кислоту, что начинают молниеносно размножаться в ней, с точки зрения борьбы против микробов этот метод нельзя признать большой удачей. Бернард Шоу предисловие к дилемме врача. Шоу либо не понял, либо сделал вид, что не понимает, в чем тут дело. Инструменты таким образом действительно стерилизовались, потому что им уж во всяком случае сильно насыщенный раствор никак не мог повредить. Скальпели лишены уязвимых клеток. Хотя Шоу и шутил, ученые были этим возмущены. Райт с присущим ему пылом и умом отдавал все силы разрешению этой проблемы, от которой зависело столько человеческих жизней. Он прочитал много лекций французским и английским медикам. В 1915 году он дважды выступал в Лондонском Королевском медицинском обществе и, хотя ему это было нелегко, старался в своих докладах строго придерживаться экспериментальных данных, не давать воле своему литературному таланту, избегать агрессивного или иронического тона с тем, чтобы убедить, не вызывая раздражения. Но он в этом не преуспел. Люди способны отрицать бесспорнейшие факты из болезненного самолюбия. Президенту Королевского хирургического колледжа сэру Уильяму Уотсону Чейну, который, как ученик и друг Листера, всю свою жизнь твердо верил в карболовую кислоту, казалось, что эти новые идеи в хирургии и фронтовых ранений задевали его честь и честь его учителя, он был неправ, и Райт и Флеминг относились к Листеру с глубоким уважением, но изменились обстоятельства. Итак, сэру Уильям, пользуясь своим высоким положением, обрушился на Райта. С его стороны это было неразумно, ибо Райт, когда его задевали, превращался в беспощадного полемиста. 16 сентября 1916 года Райт напечатал в ланцете великолепно написанный ответ, блестящий памфлет. У него и его помощников был большой и совсем недавний опыт по лечению фронтовых ранений, и он выступил авторитетно со знанием дела. Сэр Уильям Отсон Чейн признавал, что если с момента внедрения инфекции прошло 10-12 часов, надежды на успешные действия антисептиков почти не было. А в военное время, отвечал ему Райт, раненый долго лежит на поле боя, потом его не спеша перевозят в лазарет, и он лишь в исключительных случаях попадет в руки хирургов, поставленный вами срок. Какова же ваша программа, если антисептики теряют свою эффективность? Насколько я понимаю, у вас ее нет. Вы занимаете следующую позицию. Я раздвинул края раны, обеспечил дренаж, промыл рану слабым антисептическим раствором, наложил повязку, и теперь с этим вопросом покончено. У меня же диаметрально противоположная позиция, писал Райт. Здесь дается изложение его тезиса. В вопросе стерилизации фронтовых ранений я разделяю убеждения тех врачей, которые имели во Франции такой же опыт, как я. Тяжелые раны, полученные на поле боя, не стерилизуются антисептиками, и по самой своей природе не могут быть ими стерилизованы. Вот почему я утверждал, что следует помочь организму побороть микробную инфекцию физиологическими методами. Искусственно повышая выделение лимфы, мы способствуем воздействию сыворотки крови на инфицированные ткани. Чем больше мы вводим свежей сыворотки раненому, тем больше усиливаем миграцию лейкоцитов и тем больше помогаем организму уничтожить инфекционные микробы. Мне кажется, что сэр Уильям Уотсон Чейн закрывает глаза на все эти проблемы. Он не заметил даже башен того города, который мы ищем. Дальше Райт доказывал при помощи веских доводов, что его знаменитый оппонент, видимо, не имеет представления о том, что такое опыт. А теперь поговорим о качествах необходимых исследователю. Сэр Уильям ссылался на случай открытого перелома, когда удалось добиться стерилизации раны методом Листера. Эта часть статьи сэра Уильям показывает, какие ложные выводы можно сделать при сумбурности мыслей и отсутствии логики из верного клинического наблюдения. Сэру Уильяму заметили, что, по-видимому, физиологическое лечение сэра Алмрота эффективно, раз вот уже в течение стольких месяцев многие врачи применяют его на фронте. «Я не имею никакого отношения к деятельности людей, которые находятся на фронте», ответил сэру Уильям. «Кстати, известно, на какую кнопку там нажимают, на дисциплину». Иными словами, раз Райт полковник, в армии его всегда будут считать правым. Но Райт напротив призывал фронтовых хирургов, вне зависимости от их чина, обдумывать свои наблюдения и проверять на практике результаты опытов маленькой лаборатории в Булоне объективных, простых и убедительных опытов. Правда, хоть Райт и был индивидуалистами, гордился тем, что никогда не подчинялся никаким приказам, все же он считал, что при таких серьезных, таких трагических обстоятельствах нельзя давать право любому полковому врачу применять свой собственный метод лечения. В мирное время врач работает в привычной обстановке, на войне же, где он сталкивается с незнакомыми проблемами, он должен принимать немедленные решения. Вот почему необходимо, чтобы начальники и другие ответственные лица помогли военному врачу применить результаты опытов, проведенных другими медиками. Например, Райт был яростным противником быстрой эвакуации раненых в Англию. Путь их утомлял, и когда они пребывали в госпиталь, они не в состоянии были перенести операцию, в то время, как если бы ее сделали на месте, она могла оказаться успешной. Мы посылаем хирургов во Францию, а раненых в Англию, словно армия упорно стремится к одному, чтобы ни волк, ни коза, ни капуста не оказались на одном берегу. Райт сожалел, что медицинская служба армии, великолепно справлявшаяся со снабжением раненых продовольствием и их перевозкой, не способна была разрешить насущные вопросы, касавшиеся наилучших способов лечения раненых. Сам Райт прилагал все усилия, чтобы склонить людей к тому, что он считал правильным. В Булоне он прочел доклад о методах, дающих возможность оценить разные способы лечения. Наша задача обнаружить истину и заставить поверить в нее остальных. Медицинская организация нашей армии такова, что необходимо убеждать всех лечащих врачей. Недостаточно убедить одних только начальников, они все равно не отдадут необходимых приказов. Он пришел к выводу, что при военном министерстве следует создать медицинский научно-исследовательский центр, который рассматривал бы все вопросы. И не только вопросы, связанные с лечением ран, но и с борьбой против эпидемической желтухи, траншейной лихорадки, психических депрессий у летчиков. И решения этого центра должны стать законом для всех. У Райта было много друзей в политических кругах, и он отправился защищать свою точку зрения в Лондон к военному министру лорду Дерби и Артуру Бальфуру. На это вызвало весьма враждебную и бурную реакцию в среде медицинского руководства армии. Сэр Артур Слоггетт, главный директор медицинской службы, выступил с протестом, он заявил, что Райд должен ограничиться работой в лаборатории и даже потребовал, чтобы его отозвали. Этого он не добился, но и Райд тоже не добился того, чего требовал. Доктор Джеймс, в то время батальонный врач, возвращаясь из отпуска, зашел в Булонскую лабораторию и застал там Флеминга и Кольбрука. После грохота сражений, грязи, зловония и напряженной работой фронтовых медицинских пунктов, образцовая тишина лаборатории вначале вызвала в нем раздражение. Этим тыловым медиком недурно живется, подумал он. Райд в Булоне занимал красивый особняк на бульваре Дону. Его обслуживала первоклассная французская кухарка Люсьена. Но Джеймс вскоре заметил, что Флеминг очень похудел и выглядел изможденным. Из разговора с ним Джеймс понял, что тыловые медики работали не покладая рук, охваченные страстным желанием помочь фронтовикам. Флеминг с несвойственным ему красноречием, подтверждая свои слова результатами проведенных опытов, очень ясно изложил свои соображения по поводу того, что необходимо сделать для окончательной победы над инфекцией злейшим врагом раненых. Мы ищем, сказал он, такое химическое вещество, которое, не причиняя вреда организму, можно было бы ввести кровь с тем, чтобы оно уничтожило возбудителей инфекции, так же, как сальварсан уничтожает спирохеты. Хотя это вещество еще не найдено, однако их группа уже собрала много фактов, имеющих большое значение. Они позволят врачам избежать наиболее пагубных ошибок и помочь организму раненого. Из Булонской лаборатории Джейнс привез к себе в батальон новые четкие и полезные указания о лечении ран. В лаборатории всегда бывало много посетителей. Несколько раз сюда приезжал Бернард Шоу. Они с Райтом, сидя у камина, ночью напролет спорили о сравнительной важности медицины и философии. Однажды вечером, когда они беседовали, в трубе загорелась сажа. Комната наполнилась дымом. Люсьена и Фримен поочередно выбегали на улицу, чтобы проверить, не воспламенилась ли крыша. Шоу и Райт невозмутимо продолжали разговаривать. Знаменитый американский нейрохирург Гарвей Кушинг некоторое время жил у Райта. Несмотря на несходство характеров, они очень любили друг друга. У Кушинга был позитивный склад ума, как у Флеминга, однако он с огромным удовольствием слушал рассуждения Райта о женщинах, о католической церкви и о честности в сфере духовной деятельности. Огонь в камине затухал, и Райт кидал туда газету, а так как у него на любой случай имелась своя теория, он тут же принимался объяснять, что газета не вспыхнет и не улетит в трубу, если вовремя пробивать кочергой все почерневшие места бумаги. Кушинга забавляла это хирургия огня. Он называл это пункцией Мирайта. Кушинг был главным хирургом американского госпиталя, созданного Гарвардским университетом и недавно переведенного в казино Булони. Главным врачом этого госпиталя был Роджер Ли, тоже профессор Гарвардского университета. Он слышал о Райте, завоевавшем известность своей противотифозной вакциной. Во время испаноамериканской войны на каждого убитого солдата приходилось тысячи умерших от брюшного тифа. Роджер Ли провел большую лабораторную работу по изучению апсанинов. Он пришел в восторг, узнав, что знаменитый Райт работает в одном с ним помещении и немедленно отправился к нему. Он застал его в окружении Флеминга, Фримена, Кейта и Кольбрука. Мне с первого взгляда понравился Флеминг, рассказывает он, хотя он все время молчал. Симпатия оказалась взаимной и Флеминг с Ли стали друзьями. Бывали в лаборатории и Роберт Блис, представитель американского посольства в Париже, и французы профессор Пьер Дюваль, Жак Кальве, доктор Тюфе. Райт ладил с французами, они, как и он, любили обобщение. Фримен, которому очень скоро надоело работать в Булоне, переехал в Париж. Прощаясь, он сказал Флемингу, «Знаете, Флем, мы с вами должны были бы заниматься чем-то более продуктивным». В ответ Флеминг буркнул что-то невнятное. Он лично считал, что научно-исследовательская работа, которая велась в Булоне, могла спасти жизнь множеству раненых. В период Первой мировой войны англичане, в отличие от французов, не подходили к войне как к какому-то священному обряду, торжественному жертвоприношению. Они считали своим долгом держаться непринужденно и делать вид, что ничем особенно не заняты. В нескольких километрах от передовой линии фронта офицеры ловили форель и купались в море. Один из очевидцев рассказывает, как капитан Флеминг с другим ученым, кажется, это был сам Райт, желая размяться, устроили состязание по борьбе. Когда оба катались по полу, раскрылась дверь и в лабораторию вошла французская делегация, состоящая из военных врачей высокого ранга. Борцы вскочили и тотчас же завязали научную дискуссию. Но я никогда не забуду выражение лиц французских генералов образ жизни этой небольшой группы ученых на редкость не соответствовал их военной форме. Райт настолько небрежно относился к своему внешнему виду, что лаборант сержант Клейден каждое утро осматривал его, проверяя, не забыл ли начальник надеть пояс или еще что-нибудь. Однажды, рассказывает Клейден, я заметил, что у него порваны сзади брюки и вылезла рубашка. Мне было неловко ему об этом сообщить. Я сказал об этом капитану Флемингу и попросил его обратите на это его внимание. Капитан мне ответил скажите ему сами. Тогда я подошел прямо к сэру Алмроту, встал на вытяжку и щелкнул каблуками, что у полковника всегда вызывало насмешливую улыбку. Сзади брюки. Он посмотрел на меня. Сержант, что за пустословие? Вы думаете, это может смутить санитарок? Что по-вашему я должен делать? Я ответил сэр, я предлагаю послать к вам шофера за другими брюками. Он ответил ну и голова у вас. Капитан Флеминг и я усмехнулись и все вернулись к своим занятиям. По воскресеньям Флеминг с двумя своими коллегами ирландцем Томпсоном из Белфаста и канадским врачом Кейтом отправлялись в Вимрё играть в гольф. Дорожки для игры были расположены на песчаных дюнах, которые тянутся вдоль побережья Ла-Манша. Поле для игры в гольф находилось в 4 или 5 километрах к северу от Булони. На расстоянии не способно было остановить пехотинцы лондонского шотландского полка. Однако если встречалась пустая штабная машина, три наших мушкетера просили их подвести. Часто приезжал играть в гольф весьма чопорный полковник. Молчаливый и насмешливый Флеминг любил над ним подшутить, спрятавшись за какой-нибудь дюной уложить мяч полковника в лунку. А полковник торжествовал, считая, что он каким-то чудом одним ударом загнал в ямку такой трудный мяч. Сам Флеминг не часто одерживал победу. Как всегда, играя в гольф, он придумывал себе еще и другую игру. Обыкновенный способ ему казался скучным, и он для разнообразия прибегал к необычным приемам. Например, ложился на траву и бил обратной стороной своей клюшки как бильярдным кием, или же поворачивал со спиной к лунке и посылал мяч между ногами. Иногда у него это получалось удачно, игроки упрекали его в плутовстве, но его это не трогало. Канадец Кейт стал большим другом Флеминга. Кейт получил медицинское образование в Америке, и англичане считали его янки. Ему нравился практически действенный ум Флеминга. Эта научно-исследовательская группа нам казалась особенно интересной, потому что она поддерживала постоянную связь с врачами и хирургами, лечившими раненых, рассказывает Кейт. Обмен наблюдениями был очень полезен и увлекателен. Булонь была транзитным портом британских экспедиционных войск, и в час чаепития в лаборатории всегда бывало полно народу. Разгорались жаркие споры. Флеминг, хотя говорил он мало, своими правильными меткими замечаниями очень способствовал тому, чтобы разговор не уклонялся от темы. Его суждения о работах других исследователей, хотя и бывали весьма острыми, смягчались гуманной благожелательностью. Он отличался широтой взглядов, которые напоминали мне взгляды некоторых наших лучших американских ученых. Это сыграло большую роль в нашей с ним дружбе. В 1918 году в Вимрио был основан специальный госпиталь, стационарный госпиталь номер 8 для лечения открытых переломов бедра и таза. В частности, в нем должно было вестись изучение септицемии и газовой гангрены. «Я очень гордился, что меня зачислили туда бактериологом, и я буду работать под руководством Флеминга, который был назначен начальником лаборатории», рассказывал доктор Портеус. Мы жили с ним в небольшой лачуге, а деревянный сарай служил нам в лаборатории. На стенах были развешаны диаграммы, рисунки, изображавшие фагоцитоз, и картинки из журнала «Парижская жизнь». Флеминг продолжал изучать антисептики и солевое лечение ран. Он изучал стрептококковую септицемию и вместе с Портеусом пытался создать условия, при которых можно было бы почти избежать ее. Он применял также усовершенствованный им метод переливания крови. Полученные им результаты были опубликованы в Ланцете. В те времена переливание крови не было еще общеизвестным и привычным способом лечения. Донорами были добровольцы, которых поощряли дополнительным отпуском. Чтобы поддерживать хорошее физическое состояние, Флеминг вырыл на лугу за домиком две лунки и там вечером в темноте, когда не было ветра и воздушных налетов, играли в гольф, поставив ямки свечи. В 1918 году разразилась эпидемия испанки. Врачи буквально сбились с ног. Несмотря на все их усилия, больные умирали самым неожиданным образом, и это приводило в отчаяние. Санитары тоже выбывали из строя. Нередко Флемингу и Портаусу приходилось самим относить трупы на кладбище. Газовая гангрена продолжала косить людей, и в госпитале стояла зловоние. Мухи свирепствовали, пока Флеминг не додумался поливать их из шприца к селолам. Он изучал бациллу Пфейфера, которая, как утверждали, была возбудителем этого необычного гриппа. В самом деле, эту бациллу находили у 90 больных из 100, хотя вообще этот микроб считался малопатогенным. Флеминг недоумевал, почему вдруг бацилла Пфейфера стала вызывать этот смертельный грипп. Он принялся со всех сторон изучать этот вопрос и установил, что существует несколько разновидностей бациллы Пфейфера, и что у больных испанкой обнаруживался то один, то другой вид этих микробов. Из этого он сделал вывод, что возбудителем испанки был какой-то другой микроб, а бацилла Пфейфера лишь сопутствовала ему. Он оказался прав, но это не спасало больных. Его лаборант рассказывает, у меня сохранилась в памяти такая картина. Небольшого роста офицер медицинской службы армии вносит в палатку ящик с пипетками, пластицином, платиновую петлю и спиртовку. Холодное зимнее утро, все вокруг покрыто льдом и снегом, в палатке горит дровяная печка. Я провожу вскрытие на одном столе, а на другом лежит еще один труп. В то утро мы вскрыли шесть трупов. Это был первый день Рождества. Капитан Флеминг брал от каждого трупа срезы ткани. Несмотря на все усилия, врачам госпиталя не удавалось предохранить раненых от газовой гангрены. Флеминг был в отчаянии. Глядя на эти зараженные раны, писал он, на людей, которые мучились и умирали, и которым мы не в силах были помочь, я сгорал от желания найти, наконец, какое-нибудь средство, которое способно было бы убить эти микробы, нечто вроде Сальварсана. Таким образом, он снова вернулся к проблеме, которую рассматривал раньше в своей работе, как победить инфекцию. Но в это время маршал Фош нанес ряд неожиданных и сокрушительных ударов по врагу и в ноябре 1918 года война кончилась, а в январе 1919 года Флеминга демобилизовали. О детях и взрослых Дети привлекали его той радостью, которая доставляет им самые простые удовольствия. Он очень любил природу, птиц, цветы, деревья и хорошо их знал. Профессор Крукшинг Еще когда шла война, во время одного из своих отпусков Флеминг женился. Это произошло 23 декабря 1915 года. Когда он вернулся в Булонь и через некоторое время заговорил о своей жене, друзья отказывались принимать это всерьез. Они не могли себе представить, Флема женаты. Потребовали портрет миссис Флеминг. Он выписал фотографию, но для ученых такое доказательство показалось недостаточным, и они решили дождаться конца войны, чтобы убедиться в этом невероятном факте. Флеминг действительно женился на Саре Марион Мак Элрой, старшей медицинской сестре, которая держала частную клинику в центре Лондона. Она принимала больных исключительно из аристократической среды, и все, кто хоть раз лежал у нее, ни в одну другую больницу не хотели ложиться. Сара, которую все называли Сарин, родилась в Ирландии, в Киллала, недалеко от Болины, в графстве Майо. Ее отец Бернард Мак Элрой владел одной из самых крупных ферм этого района, Легеритен Хаус. Это был превосходный человек, страстный любитель спорта. Он находился в полном подчинении у своей жены, которая царила как на ферме, так и в семье. У них было много детей, в том числе две девочки-близнецы Элизабет и Сара. Четыре дочери стали учиться на медицинских сестер. Сарин, закончив образование, поступила в больницу в Дублине. Она работала с крупным хирургом сэром Торнбис Стокером и в его доме познакомилась с известными писателями Джорджем Муром, Итсом и Артуром Саймонсом. Но литературой она не интересовалась, и еще меньше писателями. Она любила свою профессию и была человеком действия. В то время, когда Флеминг познакомился с ней, Сарин была белолицей, розовощокой, блондинкой, с голубовато-серыми ирландскими глазами и очень выразительным лицом. Она привлекала своей необычайной живостью, добродушием, веселым характером и уверенностью в себе, благодаря чему и добилась успеха. Ей сразу понравился молодой шотландский врач, молчаливый, серьезный, и сдержанный, такой непохожей на нее. Она сумела разглядеть в этом крайне скромном и тихом человеке скрытый гений и прониклась к нему большим уважением. «Алик — великий человек», — говорила она, «но никто этого не знает». Вероятно, в начале, когда он стал за ней ухаживать, ей пришлось поощрять его. Во всяком случае, она сохранила воспоминания о его робости. Он не способен был выразить свои чувства и удивлялся, что его не понимают. Много позже, когда Сара была тяжело больна и знала, что не выживет, одна подруга сказала ей, «Нет, нет, вы не можете умереть. Что же станет с вашим мужем?» Сара ответила, «Ну, он женится еще раз», и с улыбкой добавила, «На его будущей жене, какой бы она ни была, придется самой просить его руки». Саре удалось пробиться сквозь стену молчания, за которой скрывалось горячее сердце этого странного человека. Она полюбила его прекрасные голубые глаза, в глубине которых искрилось благожелательное лукавство. Сара была католичкой-ирландкой, и поэтому вера ее была воинствующей. Но Флеминг никогда не потронивал над ее религиозностью. Он не только проявлял полную терпимость, но как-то даже сказал одной ее подруге, «Почему вы не берете Сарин с собой в церковь к Мессе?» Он находил католическое воспитание великолепным, особенно для девушек, и утверждал, что девочки должны воспитываться в монастыре, это хорошо сказывается на их нравственности. Сестра Сарин Элизабет осталась вдовой после смерти своего мужа австралийца. Вскоре она вышла замуж за Джона Флеминга, брата Алика и Боба, блестящего, очень веселого человека, столь же красноречивого, сколь его братья были молчаливы. У сестер были совсем разные характеры. Сара поражала своей жизнерадостностью, Элизабет была спокойной и, пожалуй, даже печальной. Сара, страстная спорщица, как все ирландцы, в том числе Шоу и Райт, убивала противника презрением. В отличие от нее, Флеминг никогда открыто не проявлял ни недовольства, ни раздражения. Только близко знавший его человек мог догадаться, обрадовала его или возмутила какое-нибудь событие. В этом он походил на большинство шотландцев. Его девиз, казалось, был «Все во имя покоя». И он действительно готов был многим пожертвовать, лишь бы ему дали возможность спокойно работать. Сарин с уважением относилась к работе Флеминга, помогала ему. С ней в дом пришел некоторый достаток. Она продала свою клинику и уговорила мужа бросить частную практику, чтобы он мог целиком отдаться научной работе. Миссис Флеминг проявила при этом большое бескорыстие. Их скромные доходы не позволяли ей держать прислугу, и Саре приходил сделать всю домашнюю работу самой. Кроме того, она сама обрекала себя на то, что будет мало видеть мужа. Флеминг проводил теперь все вечера в лаборатории. Она вынуждена была вести довольно одинокий образ жизни и ходить в театр одной или с друзьями. Друзья мужа приняли ее в свою среду. В прежние времена Флеминг часто бывал у пиграмов в их коттедже в графстве Суфолк и полюбил эти красивые места. На часть денег, вырученных от продажи в больнице они с женой купили небольшой дом Дун в Бартон-Миллс очаровательной деревушке неподалеку от той, где жили пиграмы. Старинный дом был окружен большим участком земли, на границе которого протекала речка. Пройдя по грубо сколоченному мостику, попадали на небольшой островок. В речке водились щука, окунь, пескарь, и, конечно, Флеминг, этот неутомимый наблюдатель, быстро узнал повадки и убежище щуки. Флеминг и Сарин разбили вокруг дома хорошо распланированный сад и богатый цветник. На освоение целины у них ушло много лет, но они обладали, как говорят англичане, зелеными пальцами, талантом садоводов. Они развели огород, виноградник, построили теплицы и посадили шпалерами персиковые деревья. На берегу речки вырос лодочный сарай, в котором стояла плоскодонная лодка. Обсаженная кустарником дорожка вела к чудесной резной беседке с двумя каменными скамьями. Доктор и миссис Флеминг проводили в Дуне конец недели и отпуск. 18 марта 1924 года Сарин родила сына Роберта. С тех пор она уезжала в Дун на все летние месяцы, забрав малыша и племянников. Флеминг оставался в Лондоне один, но приезжал к ним на субботу и воскресенье и жил там весь август. Он очень любил сына и часто среди ночи на цыпочках шел проверить, спит ли мальчик, не раскрылся ли он, как некогда на шотландской ферме приходила к нему самому его мать. Когда Роберт подрос, Флеминг забросил гольф и играл с сыном. Дети привлекали его тем, что им, как и ему, доставляли большое наслаждение самые простые вещи. Он страстно любил природу, цветы, птиц, деревья и в своем доме в графстве Суфолк вновь вкушал радости своего детства, проведенного в деревне. Ему очень нравилось судить рыбу, плавать и особенно возиться в саду. Он любил необычные цветы, лисохвосты и тритомы. Ради забавы он сеял в то время года, когда специалисты не рекомендуют и хотел доказать, что они ошибаются. Садовод должен быть терпелив, говорил он. Цветам нужно время, чтобы вырасти. Если вы начнете их торопить, то причините им больше вреда, чем пользы. Вы можете оберегать их от всяких бедствий, можете поить их и кормить, но перекормив их или напоив слишком крепким питьем, вы их убьете. Они ценят хорошее отношение, они способны вынести невероятно тяжелые условия. Одним словом, они очень похожи на человека. Этот своеобразный садовод добивался поразительных успехов. Он отламывал какую-нибудь совершенно невообразимую ветку, втыкал ее в землю и она бускала корни, вспоминает Мерджери Пигрэм. Сара была такой же изобретательной и такой же выдумщицей, как Флеминг. Он восхищался всем, что она делала, ее кухней, ее умением покупать, огородничать. Они любили друг друга и уважали. У обоих было пристрастие к старинным красивым вещам. Они объезжали антикваров соседних городков и там выискивали обстановку для Дуна. Флеминги были гостеприимны и на субботу и воскресенье к ним приезжало много друзей. Сарин справлялась со всем. Она обладала какой-то сверхчеловеческой энергией. Она сама стригла газон, полола огород, сажала цветочные бордюры вдоль дорожек, на ней держится и весь дом и весь разговор, смеясь, говорил Алик. Сарин утверждала, что в этом и был секрет их супружеского согласия. Он не делал замечаний жене и никогда не выходил из себя. Знакомые с улыбкой наблюдали, как в этой семье сошлись столь не схожие характеры Шотландии и Ирландии. Гости развлекались рыбной ловлей или греблей, а неподалеку от дома находилась площадка для гольфа. Вечерами играли в крокет, а когда темнело играли при свечах, как это делал Флеминг в Вемрё. Но обыкновенный крокет его не мог удовлетворить. По своему обыкновению он придумывал дополнительную игру, изобретая каждый раз новые правила и строго их соблюдал. В Дуне всегда было очень весело. Женившись и став отцом семейства, Флеминг по-прежнему сохранял свою невозмутимость. «Я никогда не видел его взволнованным», рассказывает доктор Герард Уилкокс. «Как-то в Дуне мы с ними его малышом отправились на лодке удить рыбу. Неожиданно Флеминг подсёк щуку. Ребёнок в возбуждении вскочил и упал в речку. Флеминг остался сидеть. Он следил, чтобы отчаянно бившаяся рыба не ушла и наблюдал, как я вытаскивал мальчика. Удочку он так и не бросил. Как-то вечером во время фейерверка в саду один из друзей Флеминга решил испытать легендарное самообладание шотландца и пустил ракету у него между ног. Флеминг не вздрогнул, сказал ровным голосом «Петарда взорвалась». Сарин устраивала в Дуне детские праздники. Её муж руководил играми и сам от всей души развлекался. Он часто придумывал разные соревнования, присуждал призы, инстинктивно угадывал, что именно может позабавить детей. Ведь и сам он оставался большим ребёнком. Он, несомненно, чувствовал себя гораздо более счастливым с детьми, чем со взрослыми. Хотя у него был очень небольшой отпуск, он всё же ежегодно посвящал несколько дней подготовки праздника для всех деревенских детей. Даже сейчас Бартон-Миллс помнят об удивительных спортивных состязаниях, которые изобретал профессор, и о счастливых часах, проведённых у него в гостях. В Лондоне флеминги сняли красивый коттедж на Данверс стрит в центре Челси, района, с которым их уже до этого связывал клуб художников. Здесь их гостями были жившие по соседству художники. Сарин нравилось их общество. Она любила молодёжь и окружала себя хорошенькими женщинами. Она им не только не завидовала, но любовалась ими как произведениями искусства, в которых научилась разбираться. Шлеминг больше слушал, чем говорил. Но видно было, что он не скучает, а внимательно следит за разговором, наслаждается им с присущим ему чувством юмора и всё запоминает. Он ненавидел неприличные анекдоты, они его нисколько не смешили. Когда рассказывали скабрёзный анекдот, он закрывал глаза и сидел так, пока говоривший не умолкал. Вообще же он простодушно веселился, охотно принимал участие во всех играх и среди них в бирюльке. Он удивительно владел своими руками, они у него никогда не дрожали, поэтому бельгийский профессор Гроссиа, будучи в гостях у Флеминга, видел, как тот прервал разговор нескольких крупнейших бактериологов и с самым серьёзным видом предложил сыграть в пробки, игра, при которой сбивает пробки из бутылок. «Я знал, что люди с мрачным характером насмехались над его очаровательной ребячливостью», пишет Гроссиа. «Не была ли она скорее выражением силы народа, который способен брать на себя тяжёлую и ответственную работу с улыбкой и отдаваться шутке с невозмутимо серьёзным видом?» Сарин не стремилась к роскоши, но любила, как её муж, старинные вышивки, фарфор, хрусталь, и они у неё красовались под стеклом. Наряды её мало интересовали, но она с влечениями их перешивала и радовалась, когда из старого вечернего платья получался домашний халат. Иногда она сама мастерила себе шляпку и, хвастаясь подругам, упрекала их за то, что они тратят деньги, заказывая себе головные уборы у мастериц. Того, кто плохо знал Сару, иногда удивлял её решительный тон, тон женщины, привыкшей командовать, но она сразу покоряла всех своим добродушием. Она была расчётливой хозяйкой и в то же время проявляла необычайную щедрость по отношению к своим племянникам, племянницам, друзьям, а также и к прислуге. Одним словом, Флемингов любили как в Челси, так и в Бартон-Миллс, и личная жизнь Флеминга была и на самом деле счастливой. А вот на работе всё было не так безоблачно. В 1921 году Райт назначил его своим помощником. Фримин, который поступил в лабораторию гораздо раньше Флеминга, был очень задет, ведь сам Райт всегда называл его своим сыном в науке и говорил, что он будет ему наследовать в лаборатории. Впоследствии Фримин понял, что пути Райта часто непостижимы. Старик снова выкинул штуку, говорили о нём. Но тогда и ещё долгое время спустя Фримин искренне винил во всём Флеминга, хотя тот был не причастен к решению Райта. Это нарушило мир в лаборатории. Фримин, чтобы обособиться от группы, целиком отдался работе над проблемами аллергии, которую он после смерти Леонардо Нуна вёл в одиночестве. Он добился в этой области замечательных результатов, в частности при изучении пыльцы как аллергена. В лаборатории образовались кланы. В этой некогда такой сплочённой дружной семье учёных страсти пробили брешь. Флемингу, который стал помощником патрона, работать было трудно. Он не выносил и не понимал ссор. Райт свалил на него всю административную работу, но как только один из его любимцев побуждал его к этому, немедленно отменял распоряжение своего помощника. Флеминг молчаливо пытался примирить враждующие партии, не вызывая неудовольствия начальника и не задевая своих коллег. Он старался, чтобы все забыли о его повышении, держался скромно, незаметно, но, сознавая свою ответственность, следил за работой отделения и, будучи глубоко справедливым от природы, добивался, чтобы правда восторжествовала. Ради правого дела он готов был выдержать гнев старика, а те, кого он так защищал, если и узнавали об этом, то только случайно. Доктор Дайсон приводит один подобный пример. У него были все основания предполагать, что Райт поступил с ним незаслуженно и несправедливо. Он пожаловался Флемингу. Я надеялся, что он ответит, вы правы, Дайсон, я вас всеми силами поддержу. Ничего подобного. Он молча выслушал Дайсона и тот ушел от него полное возмущение. И только через много лет он узнал, что Флеминг втайне яростно его защищал. Флемингу теперь предоставили крошечную лабораторию рядом с лестницей. Из окна открывался вид на кабачок на Фаунтин аллее на Прэд стрит, улицу, где теснились антикварные ловчонки. Вместе с Флемингом работал доктор Тодд, великолепный исследователь и человек большой души. Вскоре к ним присоединился новый сотрудник Элисон. Здесь, в своей лаборатории, Флеминг забывал обо всех конфликтах и отдавался любимой игре научно-исследовательской работе. Время от времени между кланами разгоралась более или менее ожесточенная борьба. Флеминг оказывал пассивное сопротивление. Преданный секретарь отделение Крекстон до сих пор помнит, с каким удивлением и тоской Флеминг говорил «Крекстон, до чего же есть трудные люди?» Но его мрачное настроение длилось недолго. Он снова принимался за работу. Элисон часто слышал, как он напевал всегда одну и ту же песенку. Я не помню точно слов, но содержание было такое. Маленькая птичка тихо сидит в своем гнезде, на нее налетает сокол и начинает ее терзать. Видимо, любовь Флеминга к этой песенке объясняется тем, что он считал себя тихой птичкой, которой угрожает сокол и не один, а несколько. Но горечи в этом не чувствовалось. Напевая, он посмеивался над самим собой и быстро приходил в хорошее настроение. Во время войны впервые в училище Сент-Мэри были приняты студентки. Таким образом, медицинское училище не закрывалось, несмотря на отсутствие мужчин. Но по окончанию войны присутствие девушек вызвало в училище бурю. Группа студентов потребовала, чтобы их исключили. Несколько врачей нашли это несправедливым и написали протест. Среди них был Фрай, принятый в лабораторию по рекомендации Флеминга, который поэтому чувствовал себя ответственным за его поступки. Фрай, вы совершаете большую ошибку. Старик вам этого не простит, он ненавидит студенток. Не думаю, чтобы это его рассердило, ответил Фрай. Во всяком случае, свою подпись я оставляю. Флеминг проявил излишнюю осторожность. Райт не рассердился на еретика, а обрадовался возможности отчитать Фрая и высмеять его. Медицинскому училищу необходимо было получить крупную субсидию от Лондонского университета. Здание обветшали, профессора так низко оплачивались, что не могли уделять много времени преподаванию. К счастью, в 1920 году деканом избрали энергичного человека доктора Уилсона, позднее ставшего лордом Мораном. Ему пришлось дать серьезный бой. Члены университетской комиссии пришли осмотреть Сент-Мэри. Все шло хорошо, пока они не попали в отделение патологии и эксперимента. Новое название бактериологического отделения. Здесь Райт с иронической улыбкой высказал им несколько суровых истин. И они в ужасе бежали. Но все же талантливому декану удалось вескими доводами убедить влиятельных людей, что подготовка врачей стала для Англии неотложной задачей. Один из его друзей лорд Рибблшток, директор банка Беринг, пожертвовал на школу Сент-Мэри 25 тысяч фунтов стерлингов. Друг его пациент и друг лорд Бивербрук побывал в больнице инкогнито, чтобы составить себя о ней собственное мнение. Он отправился в поликлиническое отделение, в диспансер, потом прошел столовую для больных, явившихся на прием. «Сколько стоит булочка с изюмом?» спросил он. Полтора пенса последовал ответ. «Но если это слишком дорого для вас, вы можете получить ее даром». Видимо, этот ответ пришелся лорду Бивербруку по душе. Через несколько дней он попросил Уилсона зайти к нему и сказал, «Насколько мне известно, вы собираетесь ремонтировать вашу школу? Сколько вам для этого нужно?» Декан взял карандаш и на конверте подсчитал 63 тысячи фунтов. Лорд Бивербрук сразу же открыл ему кредит на эту сумму. Еще до начала перестройки здания Декан разработал новые правила приема студентов. Среди бумаг Флеминга сохранилась следующая запись. «Сент-Мэри. Двадцатые годы словут трудным периодом. Принимались только студенты, выдержавшие экзамен. Единственное требование ловко составить письменную работу. Нельзя было похвастаться невысоким уровнем студентов ни их успехами. Потом новый декан стал присуждать стипендии по принципу фонда учрежденного Сесилем Ротсом. У нас появились хорошие спортсмены и училище сразу улучшилось. Доктор Уилсон считал, что для отбора самых талантливых студентов нужны не экзамены, а личная с ними беседа и рекомендации директоров школ. Таким образом, пишет Захари Копе, в училище хлынул поток студентов большого ума, исключительного характера и ловких во всех видах спорта. Другими словами, вполне отвечавших требованиям Флеминга. В лаборатории мало-помалу налаживалась довоенная жизнь, но измерять абсонический индекс уже перестали. Райту опротивил этот метод, и он его осуждал с такой же энергией, с какой раньше увлекался им. Его по-прежнему волновали метафизические проблемы. «Я страдаю только двумя недугами», говорил он, крапивницей и философскими сомнениями. Последний хуже первого. Он верил гораздо больше, чем это обычно свойственно ученым, в возможность постичь истину путем логики и умозаключений. Его образ мышления был необычен для англичанина. Райта любили, но лишь немногие ему безгранично верили. Теперь мало кто из молодых иностранных ученых посещал его лабораторию. Райт с Флемингом и Кольбруком еще долгое время после войны вели борьбу против антисептиков. В 1919 году Флемингу поручили торжественную меч, которая произносится ежегодно в память великого хирурга Гунтера в Королевском хирургическом колледже. Он избрал следующую тему действия физических и физиологических антисептиков на инфицированную рану. И мастерски осветил этот вопрос. Как от мастерси дюйзи дюйзи Продолжение следует...